Так, пацаны, чтобы я вас увидел, поднимите, пожалуйста, руку, участники, гости. Саню я уже подключил. Антон. Хайт Антон Забе. Ручку вверх, вот там надо нажать. И погнали. Я долго буду с поднятой рукой стоять? А что со звуком такое происходит? Ужас, вообще кошмар. Здравствуйте, как дела? А вы из Краснодара? Ладно, пока не подключаются. Сань, ты как вообще? На связи? Проверка звука, видео и все остальное. У тебя наушники сегодня не работают. Раз, раз. Прием, прием, прием. Раз, раз, раз. Прием. Наушники, наушники. Включи наушники. Наушники, наушники, наушники. Никакая не работает, лол. Ой, ладно. Помолчу тогда, блядь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Сережа, привет. Антон, ничего не говорю, он тебя не слышит. И микрофон у него опять отъебнул. Что, у него микрофон отъебнулся? У него все по пизде пошло. Давайте поговорим, пускай он будет, ну, думает, что его слышит кто-то. Блядь, Саша, это по уши импортозамещение ебанное. Потому что вот на этих, на айфонах понатыкался программ, блядь. А оно у нас уже все не работает, нигде. Согласен. Спасибо огромное, большое. Я вот, бывает, так не хватает твоей поддержки, Антон. Вот прям, прям иногда. Сейчас я по ней встречаю. Так, сейчас я вас выведу. Слушайте, ну, PLC, PLC классно ведет пока подкаст. Ни одного косяка. А вы уже давно сидите, да, я так понимаю? Ну, с 7 часов. А почему меня сразу не подключали? Ну, подождали чуть-чуть, чтобы ты понервничал. Это самое. А нас уже видят люди, да? Мы уже в эфире, типа. На Ютубе, да, можете пока поздороваться. Но PLC не сможет поздороваться, а вы можете. Йо, привет. Ютуб Антохи. Йо-йо-йо. Так, ладно, не буду. Саша, ты на Твиче? Да-да-да-да-да-да. Так, ребят, я на Твиче, пожалуйста. Без банбордов. Не говорим слова на некоторые буквы. Я не хочу умирать. Пожалуйста. ЛГБТ плюс, ура! А, типа, такое можно у вас говорить? Да, такое ходил? Мы, да, мы даже, чтобы нас не забанили, ебемся в сраку. Вы это ЛГБТ? Да. Вы же тогда сделали параллельный проект. У них было ЛГБТ, все правильно. Мне тут донаты приходят. Спасибо огромное, ребят, всем за донаты. Не выебывайте. Времена тяжелые. 99 рублей, Саша, я должен был озвучить. Спасибо. А что надо включить, чтобы мне приходили донаты? Я не пойму. В Телеграме не очень просто разбираешь. А это не в Телеграме, да? Надо включать просто. Поэтому... Поэтому... Надо... Включи воображение, как Антон. А ты был неплохо. Блядь, Саша, давай забаттлим. Ты умеешь панчить. Ну, я имею в виду, не сейчас, сейчас это бессмысленная хуйня. Вот когда-нибудь воскреснете же, блядь. Я договорил. Я при, между прочим, аудитории... Алло, что я вас не слышу, никуда? Я здесь, здесь. А, ну все. Саша, ты просто молчишь, да? У тебя еще как-то пол головы, блядь. Блядь, ЮСи, когда выкинулись. Выкинулись, смотри, смотри, да. Блядь, я сам себе... О, а теперь меня слышно, ебаный носок. Аллилуйя. Да, блин, зачем он пограбился? Салют, наконец-то. Блин, вот как обычно, знаешь, на тесте все хорошо, а потом вот это вот все начинается. Добрый вечер, господа. Очень рад вас видеть. Да неужели, да, пишут в чате, что что-то видно, слышно. Причем никакие настройки не менял, просто тыкал туда-сюда одно и то же. Ну, как обычно. Кто не в теме, у нас сегодня в гостях Хайт, Забе и Ресторатор. Это не реклама. Практически все главные лица, организаторы... Где Чейни? Где Чейни? Я отказываюсь участвовать в этом маскараде без Чейни. А где Чейни? А где Чейни? Вот серьезно, ты знаешь, где Чейни? Чем занимается Чейни? В мире боли. Судя по всему. Хайт один, кто выкупил, потому что он это придумал. Блядь, а вы сидите, нихуя не знаете историю патал-рэпа, блядь. Я знаю. Да, ну ты кепку снимал, я помню. Аккуратно, кепку снимал. А кто ведущий? Получается, нет. Так. Так, и кто у нас параллельно снимется, я так понимаю, на Твичу Сани и у тебя на Ютубе, да, Антон? Да, совершенно верно. Итак, у нас... Ты у меня на Порнхабе. Ты начнешь надеваться. А как? А как жгет? Блядь, где спичка? Сука, надо было спички взять, все зажигать после каждой. Блядь, давно вас не видел, пацан и соскучился даже. Да, может, ну и вот нахер. Мы редко говорим друг другу теплые слова, я бы вас вот сейчас вот всех вот... Загусил. Это за член. Ты тянешь не туда опять. Опять не туда. Но я главное, главное, что у вас все прекрасно, настроение отлично. Чего-то не звали раньше. Почему мне говорят, что, значит, мне сказали, что Забе будет участвовать. Я говорю, никакого Забе. Или мы вместе Забе или никто. Вот. И позвали меня. Я расскажу про эту историю. Расскажу про эту историю. Честно, я думаю, тебя не зовут особо, Сань, потому что ты фиолетовый. Не, у меня на самом деле давление, я умираю. Не знаю, у меня высокое давление. Я бросил пить, бросил курить. И, видимо, жизнь бросает. Это ты даже не новая. Это, в общем, рассказываю предысторию, как это все произошло. Долго я батл рэпом не имею никакого практически отношения. Нет-нет, сужу. Вот. А мне постоянно присылают вопросы, а что там с батл рэпом? А когда новые батлы? А что будет происходить? А вообще, что думаешь? Бла-бла-бла-бла-бла. Я решил собрать людей, которые реально знают, что к чему. Которые присылают вопросы. Вот эти люди мне присылали эти вопросы. И решил сделать это, собственно, как в канале Телеграм. Впервые в жизни еще и в видеоформат. Для этого выходило несколько подкастов. Поэтому я сегодня, как сторонний такой наблюдатель, который когда-то в этом всем участвовал, потом так со стороны издалека наблюдал за происходящим, буду задрачивать вас на вопросы. Через телефон. А можно я первый? У меня первый вопрос есть. Я просто не разобрался. Я первый раз на трансляции в Телеграме. Я тоже хромакей, как Антоха поставил. Тоже хотел бомжарник какой-то на фон. Антох, как ты настроил? Слушай, я... Да, я примерно... Пришел донат. Спасибо за 100 рублей, Дарт Солсбург. Вот. Саш, дело было так. Так, я, короче, позвал человека делать ремонт. Аркадий его зовут. И этот пидорас... А-а-а! А-а-а! Не говори... Прости, прости. Прости, ребят, я попрошу не употреблять такие слова. Короче, не встречай улицы строителя Аркадия, который, знаешь, вот берешь в долг 16 миллионов, начинает что-то строить дом, а он тебе просто все шпаклевкой забрызгивает стены. Ты опять все перепутал. А, тебе сказали, не говори Аркадий. Нет, нет, это не в доме, это в квартире же было на кухне, господи. В квартире, да. Ну, надеюсь, у тебя там сейчас все... До плечи не... Сейчас красиво уже. Спасибо большое. Да. Извините, что просто хотел узнать. Спасибо. Конечно, конечно. Так вот, расскажите, какие сейчас нынче площадки живы и насколько они... Слава богу, что жив РБЛ, мало площадок осталось. Некоторые... Хоть кто-то и верил когда-то, что кто-то воскреснет. И ерунда все. Знаешь, он к чему прикоснулся, там оно как бы и от кресла все. Вот, РБЛ жив, конечно, живее всех живых, многих живее. Это радует. Вот. Есть еще другие площадки, но флагмана нет. Флагман... Пал. Ага, а кто был флагманом? Слово, конечно, я про слово имею, разумеется. Которая, знаешь, еще самая сильная площадка в стране. Кубок МЦ, что? Живут, молодцы, живут. Ну, там в свое время один человек понял, что надо уходить с Версуса, ушел и создал Кубок МЦ как бы вовремя. Грамотно. Антон, а почему микрофон у тебя за головой, а не перед, а не здесь? У меня? У Хайда. А, у Хайда. Микрофон, это лампа. Смотрю, думаю, микрофон на стояк, я думаю, нифига себе. Так, окей, Саня, а что с Версус? Вот ты с Версус, да, в какой-то момент... Не выходил еще. Рудик занимался движухой, да? И что потом произошло? Рудик? А, Рудбой. Рудбой. Это вообще Рубэм. Рубэм. Ну, Рубэм, Рубэм. Армяне отжали ее бизнес опять. Это южное имя Рубой. Да давно, ну, я так Янчику написал, говорю, Ян такой, типа, а что у вас за подкаст такой? Я говорю, да как обычно будем говорить о том, что, а что случилось, почему ушли, что с бабками, когда вернется Мирон, классические вопросы. Хотелось бы сегодня, конечно, что-то новое обсудить. Да просто, ну, всех заебало, мы все деньги свои туда залили. Я говорю, нахуй это делать, давай делать что-нибудь интересное. Интересное не придумали. Ян говорит, ну, я хочу сделать сезон. Я говорю, хочешь, делай. Я говорю, я тогда нихуя не буду делать. Вот. Понятно, понятно. Слушай, а мы как, вот, Сереж, ты просто задаешь вопросы, или я вот, допустим, могу какой-то вопрос, ну, там, в Киеве конформировать? Да, конечно, конечно. Слушай, а я можно скажу? Можно я тоже скажу? Да, мы просто вот общаемся. Я так задаю век. Я общался последний раз про слово, ну, у нас такая тематика, мы затронули, что с проектами, да. Про слово последний раз общался с Димой, да, ну, вот, с гендиректором, который был гендиректор слова. Квит? Да. Гендир, а это было оформлено как-то? Ну, формально, скажем так. Он рулил проектом. Он мне написал какое-то время назад, но, честно, это было уже довольно давно, и он сказал, что, ну, вот, он как бы пока планирует перестать заниматься проектом, и что, типа, с ним лучше делать. То есть закрыть вообще, там, удалить, там, паблик или что-то еще. Вот. И мы договорились на том, что, наверное, оптимально просто спокойно написать людям, что пока вот он, ну, прекращает им заниматься, то, что там, ну, наши люди могут двигаться, как им там, кайф в этом плане, что какие, ну, что видосы, видимо, не будут публиковаться. Я сейчас не знаю, честно, что с Павликом Слово и с каналом. Вот. Но, то есть, какое-то время назад, вот, он тоже от дела отошел, и его, как бы, ну, подвесил воздух, да, в том плане, что он не закрыт, он не удален, да, но пока вот на такой тоже какой-то творческой паузе. Я так понимаю. Понятно. А что говорить про... Я вообще проебался. Хайт опять вспоминал, как он выиграл Ченни или что-то. Мне запретки начали кидать, и я просто отвлекся, а тут что-то хайт такой, вот, поэтому все так произошло. У меня вопрос, вот, который я... У меня есть мнение такое. Это, ну, на самом деле, вот, без подъебок, типа, мы все пошутили, Саша пошутил, как бы, пытался, мы все кинули друг друга, и вот эти панчи. Вот реальный вопрос. У меня есть четкое мнение, что Версус совершил одну очень важную ошибку в своей истории. Согласен ты, Саша, или нет? Мне, правда, интересно. Естественно, что ушли от медиасферы в батл рэп, вот в этот батл рэп, ниша которого и так была занята, и которая, по сути, мне кажется, Версус – это в первую очередь шоу. И мне кажется, если бы он и оставался с этим шоу, с этим вектором, все бы у него, ну, возможно, было бы лучше и так далее. Мне кажется, это был ошибочный шаг. Слушай, мне кажется, на Саню, мне кажется, на Саню давило слово, в том числе, типа, когда там все классные батл рэпы. Да мы тут охуенные, да мы тут охуенные, бля, всех вы. Ну, так это и дало. Да, и Саня начал делать батл рэп. Вот этого и не надо было делать. Это была ловушка, понял, продуманная ловушка. Ну, что скажешь? Мы сходились с медийки в батл рэп. Похуй же. Вообще похуй. Отлично было. Да прикольно. Ну, про было и было. Про что такая разница, что было бы так, было бы сяк. Но семь лет проект прожил. Хватит. Посмеялись. Да как хватит-то? Нет, подожди. Ты реально не веришь. Да нахуй вы, серьезно. Верю, в 2032 мы уже договорились там. Да почему, блядь? Я думаю, через годика три. Три очень хороших раскладов. Тебе цифра ни о чем не говорит. В 2032. Ну, ладно. Это что-то из Орла, я не знаю. Ну, в принципе, да. А, перевыборы, типа, да, вот это все. Я понял, политика. Нет, нет, нет. Да какая политика? Не полиция. Ну, ладно, я у фейса спрошу. А как по-вашему вся эта движуха скатилась в то, что Versus куда-то исчез, слово куда-то загнулось, RBL вон... Бизнейм, да. Да, это очевидно. Во-первых, это все приобрело статус того же... Ну, то есть, медиасфера из этого ушла. Медийность батл-рэпа перестала существовать как таковая. То есть, сам весь батл-рэп скатился в батл-рэп, по большому счету. Раньше изначально... Батл и про батл, правильно? Не то, чтобы батл ради батла, а все менее и менее медийные штуки. Батл для батловиков, которые выкупают батловики, смотрят батловики, участвуют в батловике, никому больше... Нет, ты просто не знаешь, что ты хочешь сказать. Я тебе говорю, о чем ты думал. Абсолютно неправильно. Нет, абсолютно не согласен с тобой, это несправедливо. Так вот, я пытаюсь объяснить. Я причем сказал, блядь, до начала, говорю, хочу конструктивный разговор, блядь. Вот просто не получается 10 минут уже. Да. Я говорю про то, что раньше был противовес. Раньше было условно слово, и потом, ну, какие-то другие площадки перенимали его нишу, который был вот этим батл-рэпом никому неизвестных людей, которым нравится батл-рэп, панчи там и так далее, и так далее. И в противовес был Версус, который был медиа-хайп-продуктом, на котором батлили уже сразу же заранее, ну, потом пошел фреш-блат, но заранее батлили известные рэперы, какие-то там блогеры и так далее, и тому подобное. И потом в какой-то момент этот противовес просто рухнул. Все стало просто батл-рэпом, а-ля в формате слова, грубо говоря. Все меньше, меньше, меньше. Последним очень медийным событием был Гуф Птаха, если я ничего не путаю. Потом была попытка с Жараховым и Сатиром, она оказалась неудачной. Ну, в рамках, да, там, Версовских реалий. Вот, и так далее. И поэтому это все и как бы скатилось. Взамен этому пришло еще поп-ММА, где можно не просто обзываться, а еще и пиздить за это. Соответственно, это стало массовому зрителю, естественно, интересно. Плюс армия, плюс порог вхождения более простой, потому что писать рэп, ну, то есть писателей рэпа меньше, чем бойцов в России. Это очевидно. То есть людей, которые просто занимаются какими-то единоборствами на разных уровнях. Вот, то есть порог вхождения туда гораздо меньше. По сути, происходит та же самая штука с меньшим затратом словесного таланта, больше с затратом физического таланта. И здесь вопрос в том, когда аудитории надоест это, я имею в виду поп-ММА, либо сойдет в какой-то, ну, более узкий жанр, когда будет не 20 площадок поп-ММА, а там 2 условно. И есть, как бы, определенные пути, по которым батл-рэп может, если не достичь того же уровня, то воскреснуть как вообще, в принципе, медиа-площадка. Вот, собственно, так, с такой момент. Я сейчас параллельно смотрю чатик. У меня такой вообще на канале, типа, уютный чатик, там ребятки обсуждают всякие классные штучки, ми-ми-ми, туда-сюда. И тут сейчас захожу, а там сразу за б вонючий ресторатор, гибра. Вместо того, чтобы это понеслась, чисто батл-рэперы пришли. А ты спрашивал мне, где Чейни? А вы спрашивали, где Чейни? В чате? Да, ну я вот поддерживаю в том плане, что батл-рэп как будто бы замкнулся сам на себе. Я наблюдал за ним, ну, в основном, когда приглашали судить, потому что смотреть какие-то батлы, кроме батла Хайда с похоронил, в принципе, интересов кого не было, да? Ну, после там громких каких-то медийных бат от Мирона, там еще кого-то. А потом ты соглашаешься на судейство, приезжаешь и смотришь, и ты вообще не понимаешь, какого хера, потому что какие-то очень такие внутренние штуки перетирают... Разумеется, потому что он ушел во внутреннюю среду. Перетирают какое-то белье грязное друг друга. И вот что меня прям выдачило, типа, чуваки, вы на таких серьезных щах, да, там, стоите какие-то рифмосхемы и так далее, чтобы сказать, что чувак, когда был бухой, там, занял у тебя 500 рублей и не вернул гандон. Ну, то есть, раздувается какой-то там эпический, знаешь, битва, да, вокруг того, что не стоит и выеденного яйца. Вот. Ну, все, можно закрывать подкаст сегодня. Нет, надо думать, что делать дальше. Антон, хай. Я думаю, у тебя есть какая-то связь с разными высшими силами. Что делать дальше с батт-братом? Я реально не знаю твое мнение. Что значит, что делать? Если тебе нравится баттлить, баттли. Если тебе нравится организовывать... Если хочешь идти, иди. Если хочешь, забудь и забудь. Забудь и забудь. Вот. Если тебе нравится организовывать, у тебя есть ресурсы, энергия для того, чтобы проводить эти мероприятия. И тебе кайфово, самое главное, от этого проводи. То есть, не нужно тут каких-то, мне кажется, через страдания какие-то и все прочее, каких-то путей. То есть, да, в организации проектов нам всем понятно, что есть свои сложности, свой гемор, время, энергия, деньги там уходят и так далее. Не готов – не занимайся. Кто-то придет следующий, кто будет готов, кому будет интересно. В самих баттлах то же самое, да. То есть, ты тратишь очень много сил на подготовку и так далее. И там, получишь мало просмотров, или мало денег, или мало еще чего-то, на что ты рассчитывал. Ну, возможно, ты перестанешь баттлить после этого. Но кто-то другой будет, кому этого достаточно, или кто просто больше удовольствия получает, чем негатива от этого всего. И все естественным путем просто будет идти. Это мы говорим на момент здесь и сейчас. Вопрос заключается в том, вернется ли баттл-рэп на какие-то, ну, если не те же, почему-то… А что с ресторатором? Почему он всегда смеется? Саша, что случилось? Ты что-то… Он, наверное, что-то знает и лучше больше… Нет, я охуенно шутку придумал, посмеялся. Пожалуйста. Давай, Саша, давай, давай! Разбавь эту духоту шуткой, давай! Погнали! Я тебя вывел на весь экран. Заходит баттл-рэпер в бар. Саша! Бля, ничего! Я спрятался, блядь, зацвучали, блядь, очень смешно. Я еще покраснел еще больше. Все, я спрятался. Извините, пожалуйста. Я смеюсь и вернусь. Хорошо. Короче, я говорил, наверное, немного не про то, я говорил про то, что, как вы считаете, вернется ли он в какую-то… Курение убивает. Кто? Я предупредил, что курение убивает, не курите. А, ну, это да. Хочи, ты вовремя это сделал. Короче, вернется ли он на какую-то… Будет ли он какой-то медиаплатформой для выяснения отношений и, в принципе, как бы как… Как раньше, помните, было любой конфликт, что ждем батл там и так далее. Я имею в виду просто медийных людей, политиков, кого угодно. Вернется ли он на какую-то такую ступень, которая будет в медиакультуре как-то восприниматься, как вы считаете? Или нет? Или его время вот в этом плане прошло, и это будет узконаправленно и локально? Я думал, что… Сейчас… Извини, извини, у нас подключился еще человек, представитель Кубок МЦ Хэллоуин. Тянет руку. Разрешаем говорить. Погнали. И бой. Я не знаю, с видео будет. Хэл, ты как, с видео? Раз, раз, раз. Меня слышно? Да. Привет, слышишь. Раз, раз. За бэдик образ. Санечек ради тебя сдержался. Антоха, хай, здорово. Серега. Санечек, привет. А что, меня видно на камеру или нет? Нет, включи видео. Привет, привет, привет. Антону за бэд тоже соломули кидают. С пола подберешь, братанчик. Понял, что-то. Рад вас видеть. Уничтожу, уничтожу. Я сразу хочу сказать, что я секретный организатор этого стрима, секретный гость, секретный организатор. Сейчас, наконец, вы узнаете, кто на самом деле организовал этот стрим. Но со временем, может быть, может быть, это и неправда. Кто его знает? Всем большой респект, пацаны. Сразу хочу сказать, что немножко удручаю тот факт, что приходится параллельно быть на стриме у за бэ. Да, этот за шквар уже, я не знаю, смогу ли я его стереть со своего лица. Но завтра выложу батл, всячь мовец, надеюсь, этот позор спадет с меня. Вот он. На чем остановился антон? Ладно, все, батл закончился, давайте по... Он ждал этого... Да, я хотел сказать по поводу... Че-че я ждал? Че-че ждал? Ждал этого весь год. Это отсылка, наверное, не поймешь. Короче, слышите, чувак, я говорю, что, конечно, батл рэп вполне вероятно поднимется снова на какую-то вершину. Моя теория, я не первый раз это говорю, вот это вот развитие или как направление, по которому идет батл рэп, оно происходит волнами. Появляется какой-то талантливый чувак, появляется какой-то инфоповод, появляется вот эта вот раскачка всей этой ситуации, она увлекает большое количество людей, и мы получаем какой-то там взрыв популярности, и так далее, как Окси гнойный, Окси дизастер и так далее, как, извините, но там в начале пути получилось у Свана с Хайдом, у этого баттла, который там чуть-чуть это все взорвал, как, естественно, первые баттлы Версуса взрывали на огромное количество аудитории, это все распространяли. То же самое будет и в дальнейшем. Просто будут преданные делу люди, которым это нравится, которые этим продолжают заниматься, будут новые люди приходить, какие-то уходить там от баттли в свое, так скажем, и точно так же будет какая-то волна просто подниматься чуть выше, чем обычно, то есть, ну, все так достаточно, естественно, мне кажется, и будет продолжаться. А кроссоверы? Вот тут был вопрос про кроссоверы. Рекомендую, да, потому что клиренс большой и все ямы, в принципе, на дорогах меньше чувствуются, то есть, достаточно комфортно по России, для России кроссоверы прям прикольно. А с вами был Антон Белагай, который ответил на вопрос, почему закрылся баттл Рэпс. Спасибо, Антон. Теперь опять машину продаешь. Ресторатору и Хайду, вопрос, почему в свое время не состоялся кроссовер Версуса из слова настоящего? пометочка. Мы обсуждали это когда-то. Мы это планировали? Я просто, если я что-то задаваю, мы это планировали. Люди спрашивают. Почему это? Люди не говорят, что нам не планировалось. Не планировали вообще. А вот почему? Ну, они выебывались постоянно, вляет. Да не знаю, я вообще против кроссоверов. Я вообще никакие кроссоверы не хочу. Вот что нам хоть какой-то кроссовер дал пиздатое. Ни один кроссовер нам ничего не дал хорошего. Подожди, разве Оксимирон, Гнойн это не... Этого было бы достаточно. Одного баттла было бы достаточно. Нахера нам кроссовера? Одного баттла. Мы бы сделали один баттл, Оксимирон и Гнойн и все. Ну, таким образом... Вы смогли провести еще несколько баттлов, дать несколько миллионов просмотров баттлерам, которых не было. Ну, типа я имею со стороны слова СПБ и... Даже не помню, что там было. Даже не помню остальные баттлы. Ну, с приколом в том, что если нет кроссоверов, то вся вот эта... весь этот суп варится в одной кастрюле, то есть, ну, очень предельно замкнутая система получается. То есть, вот есть... Вопрос в том, что кроссовер... Кроссовер слова СПБ Версуса, а раньше потенциально слова Версуса, был как кроссовер а-ля трушного баттлрэпа против медийной сферы. Такие кроссоверы интересны людям. Такие кроссоверы дают профит одной стороне и как бы ресторатор не говорил, в рамках Оксимирон-Гной... То есть, Гнойный бы не появился, если бы не было первого кроссовера изначально. Ну, я имею в виду, не было бы вызова Оксимирона и так далее. Это почва, которая подготовилась несколько лет. Не было бы кроссовера, вот как Саша говорит, нам дало это один баттл. Да не один баттл, это дало историю на несколько лет, по сути, вперед, которая появилась в результате выступления Гнойного против Эрнеста. Не было бы подводки, не было бы стапа. Да, это очень спорно, не могу согласиться. Так а зачем кроссовер? Ну, то, что он его до этого вызывал везде публично, разумеется, все об этом знали. Просто пока Мирон не решил баттлить, этого не было. Я не знаю, это надо у Мирона спрашивать, на каком моменте он решил. Но я не думаю, что на баттле с Эрнеста, который я вообще не помню, что там было. Ну, хуй знает, какая-то жесть. нет, смотри, я тебе напомню, что там было. Там Гнойный публично, грубо говоря, кидает за лупы Оксимирону и Версусу. И вот здесь эго Оксимирона и эго Оксимирона, который этот самый Версус любит, было задето, насколько я понимаю, и поэтому он ответил. Это именно в рамках кроссовер сработало, потому что вот как раз таки, когда он ему там какие-то треки условно посвящал, Оксимирону было наплевать, а тут это выходит на канале Версуса и так далее и тому подобное. В этом была история. И мне кажется, это очевидная вещь, на мой взгляд. Ну и плюс, я же говорю, мне кажется, что есть набор баттлеров у каждой лиги, и когда они уже все внутри лиги перебаттлились, за этим же уже становится скучно наблюдать. И уже интересно, что там один с другим из разных лиг, там топы. Да, безусловно. Но это интересно большой массе людей, если есть флагман. Каковым был Версус, каковым был противовес вот этого. Ну, грубо говоря, шоу-бис против там трушных пацанов, хотя это понятно, что размыто и в ту, и в другую сторону. Ну, мы же говорим о взгляде людей на эти вещи. Сейчас, если условно говорить о кроссоверах и каких-то таких вещей, это все равно будет кроссовер баттлеров с баттлерами ради баттловой аудитории. Да, для баттловой аудитории он будет интересен, дальше он особо не шагнет. И это тоже очевидно, потому что нет флагмана, нет медийного какого-то вектора, какой им был Версус. Окей, а что мешает баттлерам, скажите мне, пожалуйста, создавать вот эту самую медийность? То есть, когда у тебя есть там полмиллиона даже проспотров, да, и ты затрагиваешь какие-то общие темы, которые понятны вот, ну, рядовому зрителю, понимаете, да, то есть социальные, политические, там, из медиаиндустрии, других каких-то там артистов, звезд и так далее. То есть панчи, которые будут выкупаться, с которых будут орать, реагировать люди, которые не следят за баттлами 24 на 7, не являются лютыми фанатами. Разве это не будет давать медийности? То есть, если там какой-то баттлер отреагирует на какое-то яркое событие в шоу-бизнесе, отреагирует ярко и остро, это же виральный контент, это же разойдется, это же вернет аудиторию, нет? Я считаю, что здесь, может, кто-нибудь другой хочет ответить, я не знаю, просто я отвечаю. Да ты заебал уже реально. Да, пожалуйста, Антон, я ждал эту фразу. Но я не буду отвечать. Да, я так и понял. Я думаю, заключается вопрос в том, что это все равно, понимаете, для медиа-структуры баттл-рэп умер, когда умер Версус. Отрицать это глупо. Абсолютно. То есть, для многих нет. Потому что Версус был Багманом. Потому что на Версус были звезды, но и без звезд, ну, без артистов, я имею в виду, которые музыкальные артисты, да, и без баттл-рэп. По этому осталось аудитория в несколько сотен тысяч. Версус набирал нормальный просмотр. Просто, мне кажется, главная была проблема в том, что баттлеры не хотели выходить за рамки баттлов в своих панчах, нет? Да, это такая тема, которую долго обсуждали. Тут вопрос, понимаешь, в том, что если сейчас выйдет баттлер на любой площадке из ныне действующих и начнет кидать панчи, которые поймут абсолютно все, не будет... Это видео с однопроцентной вероятностью завирусится. Антон, пожалуйста, я ждал. Спасибо, да. Я хотел сказать, вот Сережа нормальную тему пробросил. Я попытаюсь сейчас свою мысль как-то донести, но не знаю, насколько правильно. Я думаю, что понял, о чем он говорит. Я считаю, и я это прочувствовал после огромной паузы в баттлах, когда готовился к похоронилу, когда я просматривал баттлы перед подготовкой, когда я писал текстом и так далее, все это там лопатил и так далее, думал, что делать, говорить, что на самом деле действительно баттл рэп во многом варится в какой-то небольшой кастрюльке. А Сергей говорит, что можно выплеснуться из этой кастрюли, заляпать стены кухни, потолок из окна куда-то вылиться и так далее, и это привлечет внимание гораздо большего количества людей. Типа того. Вот. То есть действительно баттл рэп сейчас он в 90% пускай там случаев выступления баттл рэпера предсказуемы не в том плане, за какую он там за лупу зацепится и что он будет предъявлять конкретно, но в том плане, что он будет делать именно это. Он будет цепляться за какую-то херню и чуваку предъявлять за какую-то херню. И иногда это действительно до абсурда, тоже Сергей это сказал, когда выходит там какой-то грозный чувак и действительно пять минут он готовит сетап для того, чтобы сказать, что мама другого чувака работает в престижном месте. Зачем это все? Что это? Что это за копание? Для чего? У тебя границ нет ни одной. Ты можешь сделать во время выступления все, что угодно. Тебя никто не ограничивает тематикой, чем-то еще. Сделай прекрасное, яркое выступление в любом другом направлении. Затронь любые другие темы, что угодно. Выйди за какие-то рамки, за какие-то границы. Но это просто не принято. Вот сейчас в батл рэпе есть очень такая достаточно узкая конва. Наверное, есть отдельные чуваки, которые это делают, которые выходят за рамки и так далее. Но, опять же, это можно делать бесконечно, оригинально, как-то выдумывать и так далее. Я тут не берусь каких-то особых этих, не хочу притягивать, но, грубо говоря, я постарался это сделать против похоронила. У меня не все далеко получилось, но я постарался, потому что мне было неинтересно, мне не хотелось разбирать, кто там его мама, где она работает, какой у него магазин. Что он говорил про кого-то другого. То есть это все для меня казалось рамками, в которых большинство людей работает. Если вот за эту картину выходить, то, возможно, получится то, о чем говорит Сергей, привлекать. Ну, как-то это все будет просто интереснее, разнообразнее. Смотри, у меня... У вас как минимум шоу-бизнес дает достаточно поводов для панчей, над которыми можно орать просто все деревни. Смотри, по этому поводу есть ответ, потому что с одной стороны ты прав, безусловно. То есть с одной стороны людям это будет интереснее и так далее. С другой стороны, во-первых, это пытаются делать, то есть пытаются придумывать разные форматы постоянной площадки, пытаются бэтбарсы, там, BPM-ы несколько человек, 2 на 2, там, 5 человек и так далее, и так далее. Но это не меняет наполнение панчей. Это не меняет вектора, которые... Я говорю, но форматы не меняют вектора, в котором панч... Есть панчи в толпу, есть панчи... Это зависит уже от батл-рэпера. Просто, понимаете, если мы берем пример того же батла, похоронил Хайт, который вот Антон приводит в пример, да, когда ты делаешь... Вот я понял, о чем ты, твой первый раунд был в это направлен, создать шоу. В итоге батл набирает... Вы понимаете, он все равно не выпрыгнет из своих медиаштанов, то есть он набрал там в районе 300 тысяч, если я ничего не путаю, что-то примерно такое. Он не выпрыгнет из своих медиаштанов, потому что в глазах медиа батл-рэп мертв. Его нет как бы. А что батлы еще проходят, понимаете? И чтобы это вернуть, это не работает просто. А давайте теперь делать панчи по опталке, и люди все начнут смотреть. Сейчас я буквально секундую закончу мысль. Здесь должна быть четкая стратегия развития, как это вернуть. Она в принципе существует. Другой вопрос, сработает она или нет, должно пройти энное количество лет. Допустим, условно, три года, назовем это так. За эти три года обязательно что нужно сделать? Удержать и интересовать аудиторию, которая осталась. Потому что это все равно аудитория, благодаря чему это живет, и люди, которым это интересно. В дальнейшем должны возникнуть несколько рэп-конфликтов, ну как я считаю, и несколько медийных конфликтов. Пускай не на самом высоком уровне. Никто не говорит, что это батл Путина с Зеленским. Нет. Но что-то более или менее медийное, по два, три, там четыре конфликта в хип-хоп-индустрии и просто в медиа-индустрии. Пускай это будет кринж, наплевать. И вот именно там нужно схватиться за этот момент и провести это как батл Рэп. Ну то есть версус, естественно, как флагман, но либо кто его заменит, если к тому времени его не будет существовать. И чтобы люди просто такие, и это причем желательно, чтобы произошло в течение полугода-года. То есть чтобы в один момент ко всем вернулось понимание, что это все есть, это все интересно, и как бы вот, вот этот конфликт здесь решается так и так. Подтянуть для этого какие-то медиа-ресурсы, условно, чтобы какие-то там рифмы и панчи сделали, 20 постов про это в день и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы это вернулось как обсуждение самой платформы, что есть такой батл Рэп, на котором решаются конфликты. Вот как бы, что подтолкнет выброс опять в медиа. Иначе, ну то есть можно на батлах, хоть, не знаю, хоть руку себе отрезать на батлах, сейчас это посмотрят как прецедент, но даже это не перепрыгнет, ну, маловероятно, что миллион перепрыгнет. И то это разовый прецедент. У людей должно это быть в головах. Да, смотри, я, да, я немного добавлю к тому, что я сказал про некую конву, которые очень придерживаются, да, строго. Наверное, это просто проблема, отдельная проблема. И, наверное, решение этой проблемы не решит проблему максимальной медийности батл Рэпа. Это просто отдельная ситуация, которую, ну, лично мне прикольно было бы, если бы она там решилась, и это все стало бы разнообразно, ну, лично мне стало бы интереснее смотреть, например, батлы, и, наверное, больше бы их я смотрел там в год, если бы там реально люди выходили вот с какими-то оригинальными перформансами и так далее. Вот. А проблема в медийности это не вернет. И я вот сейчас, пока ты говорил, у меня в голову пришла мысль, что, ну, вот я там со школьных лет, мне, в принципе, нравился всегда брейк-данс, да, то есть это прикольное направление хип-хопа. Не знал. Ну, я смотрел... Умеешь что-нибудь? Ничего не умею. Я в школе пытался, у меня не пошло, а я пошел в рэп, извините. Значит, короче, я что говорю, что раньше было очень много видосов, ну, там, на ютюбе и так далее, да, которые, ну, такие вот, какие-то краеугольные такие, да, вот прям выступления там, Predators, где-то там, вот, выступления чувака там на Battle of the Year, где-то что-то еще. Сейчас это тоже все так, ну, достаточно размыто, согласитесь. Эти все видео выходят, но супервнимания к этому такого прям нет. И очень редко какие-то вот коллажи прикольных там, нарезок, да, вот, какую-то классную музыку взрывают вот какую-то эту, то есть там набирают много миллионов просмотров, и кто-то начинает интересоваться, блин, а что же за чувак в нарезке там что-то там прикольное сделал. Вот, мне кажется, здесь примерно то же самое. То есть будет вариться Battle of the Year чуваками, которые готовы это делать, которые идейные, занимаются, у которых есть свой интерес, кайф, которые батлят, у которых есть идеи, энергия на все это. И периодически из этого всего что-то будет вспыхивать шире, кто-то там, как в, опять же, в брейк-дансе, да, один чувак взял другого, раскрутил, скинул на пол, а он продолжил крутиться. Раньше такого не делали, да, вроде как там много что делали, но такого не делали. О, новая фишка, прикольная. То же самое в батлах. Кто-то что-то скажет или сделает какой-то перформанс, которого раньше не было. И это, ну, получит какое-то там дополнительное освещение. Но одна проблема с ограниченностью внутри жанра, она, ну, не решает автоматически, конечно, проблему супермедийности. Ну, и опять же, мое мнение, что-то много базарю, вот супермедийность, которая была у батл-рэпа, это аномалия. То есть, такого, это вот в рамках аномалий это аномалия, да, будет такое еще, иногда будет происходить, но это все будут аномалии. А вот то, что сейчас, это, ну, вот обычно то, что мы имеем в этой индустрии. у меня вопрос к организаторам, вот к Хэллоуину как раз. Пацаны, а у вас в ТикТоке есть у площадок? Были, ну, они есть, просто мы не выкладываем уже особо, потому что они не дают профита на Ютуб, как такового. Есть, в принципе, в чем прикол профита на Ютубе? Не приходят подписчики с ТикТока. То есть, нет, понимаешь, есть просто даже нарезки баттлов в ТикТоке. Зачем с ТикТока? Зачем с ТикТока переводить подписчиков на Ютуб? Монетизация на Ютубе с просмотрами там в 300-400 миллионов? я имею в виду, что это не переводится в просмотры на Ютуб. То есть, в ТикТоке видео может набрать миллион просмотров, нарезка какая-то, а видео самого баттла будет набирать 100 тысяч. Ну и хорошо, что наберет миллион. Нарезка, а тогда, ну нет, ТикТоки, ну я же говорю, ТикТоки нарезают баттлы, даже не только официальные каналы, в принципе. Вот это вопрос, ты говоришь, что нужен там баттл звезды со звездой через три года, там бла-бла-бла, конфликт какой-то и так далее, и тому подобное, но камон, мы уже живем в 2022 году, у людей, в принципе, как будто бы нет не то, что времени, а желания смотреть полуторачасовые до сорока минутные баттлы. То есть, сейчас вся молодежь сидит в ТикТоке, смотрит 15-30 секундный максимум видео, да, ну минутное, понимаешь, если интересно, и нахуя им 40 минут саживать на то, чтобы смотреть, как два чувака хуесосят друг друга, непонятно, о чем вообще. Почему, вот вы как организаторы, да, Хелл, к тебе тоже вопрос, почему вы как организаторы не используете вот новые механики, которые работают для того, чтобы популяризировать свой жанр? Уже же все. Пацаны, я сейчас на вас слышу с перерывами, у меня очень плохая связь, я в Узбекистане нахожусь, вообще тут большие траблы с этим. У нас есть ТикТок, мы хотели, просто мы хотели туда эксклюзивный контент грузить, то есть, какие-то баттловые вещи, ну, эксклюзивные, не просто брать вырезки с баттлов, делать что-то интересное для ТикТока. На самом деле, да, можно просто, сейчас вообще ничего нельзя загрузить ТикТок же, то есть, сейчас ТикТок не работает, не работает. И я просто хотел сказать по поводу того, что нельзя перевести с ТикТока в Ютуб, это неправда, потому что, ну, есть много примеров, допустим, баттл в ТикТоке, залетевший Чеботкова, по-моему, его парт, он огромное количество просмотров привел к нам на канал, в итоге этот баттл оказался самым просмотрным со встречи, хотя изначально он вообще не набирал просмотров. Потом то же самое, баттл там, Клава Браво, все столбы, по-моему, он тоже залетел в ТикТоке и то же самое стал самым просматриваемым баттлом вообще в этом году. Я имел в виду подписчиков на канал, подписчиков на канал. Нет, я говорю про просмотры, да. Ну, я понял, да. А зачем перегонять трафик на Ютуб из ТикТока? Пусть в ТикТоке смотрят. Не, конечно, в идеале, да, было бы подписчиков перевести, но если ты хотя бы ничего не монетизируешь, ничего с этим не сделаешь, у тебя будут миллионы просмотров. Ну, сколько у тебя монетизация, сколько за миллион просмотров на Ютубе Ютуб дает денег? Ну, помимо Ютуба у тебя же есть рекламная интеграция. Рекламная интеграция? Мы никто не знаем, Сергей. Сейчас вообще ноль, сейчас ничего не получаю, Серега. Я к тому, что рекламные интеграции можно и в ТикТок делать. А что, Саняшин Героев, да, играет просто, сидит? Нет, 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 я не могу играть в них. Нет, нет, у меня фулл фокус, все нормально. Сань, ты что думаешь? Давай, Саша. Слово, слово и версу стручные пацаны, потому что перестали делать батл рэп, когда за него еще платили деньги. Вот, мне, в принципе, что добавить. Более того, слово, перестали делать батл рэп, когда за него только начали платить деньги. Еще дотово, как-то, 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 Саня, ну, ты же вначале сказал, что вы сбухали все деньги, и когда денег не осталось, вы перестали это делать наоборот. Мы платили, мы платили, да я угораю, а кому, господи, какие все серьезные в Узбекистане в Узбекистане. Конечно. Да не, ну, есть бабки, нет, просто мы излием. Излия, не говори, Да проблема в том, я просто мысль не закончил, формат ТикТока не подходит под формат батл рэпа, ты его не сможешь перевести просто в ТикТок. Потому что ТикТок это 40 секунд, а батл это 20 минут. Типа, это разные вещи. Ребята, ждите скоро кубок МЦ в ТикТоке, мы уже давно хотим сделать ТикТок батлы по минуте, будем просто батлиться по 30 секунд друг на друга, максимальное количество панчей, это будет всем интересно. Надо поднимать вообще новую аудиторию, дети должны вовлечены быть в батлы, им нужно показать это хотя бы. И какое-то количество из них перейдет на Ютуб, посадит старые батлы, посмотрит за ТикТок? За то, что детей в батлы вовлекаешь. Ты же сам только что это предлагал, по сути, для чего тогда в ТикТок батлы? Я шучу, ну что ты такой серьезный, господи? Бля, просто не видно мою улыбку, ребят, я тут сижу у всех 30 до зуба. Если я подключу камеру, я вас не услышу, к сожалению. Понял. Вообще, тут вот собрались, вот вы долго говорили о том, что, говорили долго о том, что я за твоей собакой охочусь, Антоха, скоро я буду. За твоей маленькой собачонкой, конечно. Ты ее будешь выгуливать? Молодец. Вместе с тобой. Хорошо, меня за ручку. Тут очень много говорили про то, почему батлы погибли, про аномалии, что будут еще вспышки. Вообще, тут собрались главные люди, виноватые в том, что батл рэп скатился в том, что он сейчас скатился. При всем уважении к Антону, Хайду и PLC, в том числе, в свое время они создавали кучу филиалов, огромное количество батлов, просто переизбыток. Невозможно было уже смотреть за этими кучей MC, которые похожи друг на друга. Потом они передали это Джонни Квиду, который презентовал нам слово 2.0, и в итоге сделал абсолютно то же самое, и нам пришлось наблюдать просто то же самое слово. Параллельно с этим тем же самым занимался Антон Забе, бесконечно клепал батлов, огромное количество, при этом постоянно транслировал мнение о том, какие должны быть батлы, очень сильно пытался зажать их в какие-то определенные рамки, не понимая того, что за его личностью стоит огромное количество людей. то есть люди смотрят его батлы, его трансляции, где он, понятное дело, приукрашивает свое видение, ему приходится реагировать, отрабатывать деньги и так далее, но он не понимает, что это влечет определенные последствия. Огромное количество людей смотрят на это, и не то, что начинают подражать, просто к этому мнению привлекаются в том числе. Но он выступает как орган. А вопрос, когда смотрели керамбит ПМ, вы говорили, что керамбита нет панча, это тоже влияет на мнение? Сейчас, это уже конкретно, это мы можем потом разобрать, какую-то конкретику просто сейчас в общем. Потом вот Саша Ресторатор тоже, я вот недавно думал, что дай нам такую огромную сумму денег, которая была в свое время у Версуса, что можно было бы сделать с этими деньгами, какие огромные проекты построить. Что значит дай мне? Дай мне сколько денег обработать. Ну что за глупости? Дай. Нам вот дали, нам дали денег, мы такие ебать, ничего не будем делать. Просто такое количество в рамках батл-рэпа. И решение, решение, кстати, с четвертым фрешблатом, с этими войной стилей, вообще я считаю сейчас вот спустя время отличным решением и другой вопрос в ее реализации. Я не понимаю, почему на этом остановились, перестали. Версус вообще был поставщиком всегда новых батловых МС, каждый раз новый сериал, новые интересные персонажи, новые интересные лица. Но почему-то Саня на четвертом сезоне решил остановиться, собрать всех старых, думал почему-то, что это возможно будет интереснее. Я тоже считаю это большой ошибкой. Единственное, где можно реально проводить интересные турнирки на данном этапе, да и на тот момент, это Версус. потому что туда стекается самое большое количество талантов. То есть, эта площадка привлекает внимание молодых, взрослых, неважно, начинающих рэперов, уже продвинутых и так далее. Из них, и эта выборка такая большая, что это может быть реальным поводом и случаем, когда площадка открывает по-настоящему интересных МС. Британ, я вот хочу вписаться в Саню, чуть-чуть. А в чем спит? Тезис, типа, дайте нам столько денег, блин, они же тоже не с воздуха взялись. Они же так, что типа, о, давайте сделаем Версус, им сразу упали миллионы. Нет, они провели большую работу. Я не понимаю. Да, и что остальным мешает провести тоже большую работу в новых условиях, в новых правилах, но уже по протоптанным топам, тропам, и заработать эти деньги, или хотя бы частично, и вложить их, как они считают нужным. Тем не менее, этого не делается. Поэтому вот, все, я вписался. Ну, потому что уже все произошло, уже батл-рэп, упадки, долгое время. А его не было вообще. Когда Версус слова начинались, его вообще не было. Нам нужно было доносить людям, что это вообще такое, и почему это может работать, понимаешь? Как это связано вообще? Я же о другом говорю, о том, что можно было дальше делать то, что было в начале. Йо, я хочу сказать просто небольшую ремарку. Это не в порядке отмазки. Я просто думаю, что, Хэл, если бы не было филиалов, все равно все эти баттлы были бы. Просто не на канале слова, а на своих каналах и так далее, и тому подобное. Просто плавал на развитие. Она залила страну, ближние зарубежья, города, и, конечно, людям было проще обратиться, ну, там, где-то к нам, где-то к кому-то еще, там, да, чтобы им там дали какие-то первые советы, да, как это все организовать, помогли с тем же Ютубом, с чем-то еще. Это происходило, и происходили баттлы, и без филиалов слова в городах. То есть все равно это все... Антон, я к тому, что, возможно, нужно было какой-то более строгий контроль качества, и не аккумулировать это все на одном канале слова, раздать им свои все обмодельные каналы, просто поддерживать в пабликах ВК, в Инстаграме. Хайди, поправь меня, если я не прав, мне кажется, если меня не изменяет память, мы, в принципе, решили, ну, задумались о франшизе после того, как уже открылось несколько пабликов, которые начали грузить свои какие-то совершенно уебищные баттлы, снятые на телефон под именем слова. И мы такие, типа, что? И нам начали скидывать, о, вы там еще делаете? Да нет, мы этого не делаем. И это было, и было, что орги собирали деньги с участников, такое тоже было, хотя мы никогда такого не делали у себя, и филиалам это тоже вроде как не советовали, да, так сказать. О, ну, Лютин сказал. Меня видно, да? Да. Да, да, привет. Слышно. Ага, всем привет еще раз, да. Вот. То есть, да, там были целые, ну, предпосылки, понятно, что мы, ну, то есть, жанра как такового на тот момент не существовало, да, и мы проламывали этот бурелом. ну, можно долго говорить о прошлом, о том, что там у кого какие были ошибки, это все разговор, который, ну, как бы, не такой вспомнить историю, по сути, как бы, есть, что есть сейчас, понимаешь, много можно вспомнить ошибок у условно каких-то площадок, организаторов третья и десятая, вот, допустим, с чего я начал, да, как сверст, что я считаю, их одной из самых больших ошибок, уход из медиа в сторону батл-рэпа, ну, просто разговор, к чему этот разговор приведет, как бы, зачем мы это обсуждаем, по сути, не будет как бы, не, ну, это вот круто там, что вы придумали, кто-то, круто, что это когда-то там развивалось, это все, мы упираемся в то, что, мы упираемся, по сути, как будто в позицию условно аудитории, которая, типа, вот вернется Оксимирон и все воскреснет, и мы, типа, вот как будто сидим в этом состоянии с 2000, блядь, какого там, семнадцатого года, но тут не факт, что он в Россию-то вернется. Зачем вообще в этом состоянии сидите? Вот что ты делаешь, и поэтому разговор скатывается к этому. Это просто перекладывание ответственности. Да ладно, ну просто было видение человека со стороны, как, какие были там пути. Нет, я имею в виду, какая-то тема дальше для разговора, Сережа, у тебя есть вопросы там какие-то? Кай, у тебя недавно удался весьма эпичный камбэк, почему именно в тот момент я решил снова забатлить и будут ли такие душевные порывы вновь? Ну, честно, наверное, я решил забатлить в основном из-за оппонента. Вот, то есть сложно найти там мотивацию, сложно найти, ну, просто понимая после огромной паузы какую работу нужно проделать, чтобы немножко вернуться в эту всю струю, да, то есть было тяжело как-то вообще себя на что-то настроить, но там вот Хел выступил с предложением по батлу, предложил, похоронил, да, ему предложил батл со мной, мы на это все посмотрели концептуально, не персонально, даже как-то там, да, по там именам и нашим каким-то сцепкам или чему-то еще, потому что у нас отношение друг к другу хорошее всегда было, есть, вот, и вот мотивация возобладала, вполне возможно, что будут еще такие порывы, то есть никогда, ты помнишь, я, ну, не ставил какой-то там супер крест, да, или там не захлопывал дверь на все засовы и даже в каких-то вьюн, не многочисленных, но тем не менее, или просто в вопросах чьих, так говорил, что вполне возможно, да, какой-то батл еще там состоится, опять же, я там вот общался с Хасаном, там он тоже говорит, что да, почему нет, с кайфом, если будет там подходящее направление, подходящий оппонент и мероприятие, там, какой-то повод, мотивация, тоже с кайфом, я думаю, так у большинства людей на самом деле, даже у всех, кто в этом чате, на самом деле, так может произойти, реально у каждого, я думаю, вполне возможна ситуация, в которой каждый из нас там выйдет на какой-то батл, ну, у каждого это может быть своя естественность, короче, вопрос соперники, вопрос в принципе в желании, правильно, да, да, ну, я думаю, как и везде по жизни, да, то есть вот мотивация разобладала и сделали. Окей, такой вопрос еще, Окси на баттле критиковал ресторатора за версус, Хайт на баттле критиковал PLC на меня за слово, похоронил на баттле критиковал ресторатора за версус, PM на баттле критиковал за B за RBL, ресторатор собрал всех, походу, победил в этих баттлах критики, есть ли разница между этими случаями и насколько вообще респектно так делать, вот, Саня, ты что чувствовал в этот момент? Ты знал? Да ничего, он токсиком, постоянно держит всех своих знакомых в обезинах каких-то отношениях, и это он делает не только на камеру, да, но и в жизни, он очень тяжелый человек, каждый раз, вот Антон, я знаю, что они очень, очень близки были одно время, я думаю, он тоже ощутил, потому что после этого, действительно, про тебя, про тебя, Антон, который рядом со мной, внизу на камеру, очень близки с нами, я считаю, вот, он постоянно это выговаривал, он постоянно подмечал недочеты, показывал всегда, где что-то не получается, топил твою личность, не давал тебе раскрываться, пробовать что-то новое, вот, и тут он сделал это еще публично, чем, собственно, после этого, я, да, травма не дала мне возможность продолжить это, и было принято решение уже проект, конечно, закрывать, я думаю, у всех примерно такая же история, то есть, мы воспитываем, даем людям дорогу, а в ответ мы слышим только то, что мы были неправы, они ведут себя вечно, как подростки. Золотые слова. Ты к психологу ходил? Я сходил, когда он к психологу походил, вот, он сказал, что это все из-за маленького члена, и Оксимирон тут вообще ни при чем. Не походил, а похоронил. А, хуё. Хэл, а тебя диссели на батлах участники, как организаторы? Что говоришь, что? Я хоро-то послышал. Тебя участники на батлах диссели, как организаторы? Нет, не при том, нормально. Он нормально. Его за что? Только пили, я помню, один раз был момент, был удар. Ну, я не знаю, Только пили, не услышал? Только били? Да, ты же помнишь, высши акцент на это. Кто такой били? Удар. Билли Льонс? Удар. Ну да, наказали. Наказали в то время батла на камеру. Это жёсткое слово. Это жёсткое слово. Да, когда Хайт меня критиковал, было странно, было странно, честно. А Хайт тебя не предупреждал, что сейчас будешь кепку снимать? Ну, заранее, вы же друзья всё-таки, или нет? Мы не знаем, кто при... Честно, я знал. Честно, я знал, да. А, ты знал? Да, не буду пиздеть, я знал, что это будет. Короче, он знал, он знал, что я буду на него пиздеть, но он не знал, что будет. Про кепку знал конкретно или нет? Нет. Ничего не знал про кепку. Вообще не знал. Мемер, он только выговаривал, говорит, зачем ты во время его батла заорал, ну, её там нормальная строчка была, а я что-то психонул. Это да. А ты что за Б? Тебя вот ПМ, да, критиковал? И чё, как? Ну, если бы критиковал конкретно ПМ, мне было бы как бы, ну, действительно, наверное, неприятно. Но критиковал не он. Голос звучал из колонки, в подлинности, в том, что это его записи, а не кого-то другого, я не уверен. Поэтому я решил забыть. Понятно. У меня тоже, у меня тоже есть шиза одна. А, нет, у меня нет. Нет, всё нормально. Хороший психолог у тебя. Вопрос такой, я сейчас соберу вместе несколько вопросов из чата и сформулирую его так. Это в продолжение нашей темы о том, о чём стоит батлить баттлером. Стоит ли организаторам направлять, задавать вектор для участников, правильный вектор, чтобы проект рос, развивался и так далее. То есть говорить, о чём стоит баттлить. Что это означает, не совсем понятно. Странный вопрос, да. Ты имеешь в виду, вроде давайте, типа, давай. Когда мы делали слово, мы это делали, потому что мы прям начинали, типа, ну, условно там с нуля, вплоть до объяснения, а как выходить, что говорить там, да, условно. И потом продолжили какую-то линию, ну, типа там, свода правил каких-то и так далее, да, про что там, совсем нежелательно и всё такое. Сейчас, возможно, я не понял, никого. Слушай, ну, у нас не любили проману, у нас это вообще не принималось. Ты же помнишь, на юге это всё не работало, поэтому... Это у вас кто-то говно принёс, или я путаю? По-моему, на вашем бассе. Да, было, было. Говно принесли? По-моему, было, в первом сезоне, что ли, в банке, ну, искусственное. А, это знаешь кто? Олзи, Олзи, да? Я не знаю, не помню, я помню, на какой-то батл-лиге прям на старте кто-то говно принёс на батл. Я помню, я помню, Хасан жрал петунью растения, он батлил с Вокити, кстати, Ваня тут тоже руку тянул, где ты, Ваня, 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 я бы хотел тебе тоже дать слово. Ваня Вокити, у него фамилия Питунин, и на батл. Короче, Савель, отвечаю на мой вопрос, пока ты ищешь Ваню, отвечаю на вопрос, если коротко. Кому это интересно, особенно новичкам, кому интересно, те сами могут там поинтересоваться, не в плане, как написать текст, какой там панч ставить, а в плане какого-то, слушай, подскажи, допустим, где-то что-то мне не хватает, подачи, блядь, не знаю, каких составляющих, разбора и так далее, организатор может подсказать, но это не в плане направления, ты там должен вот так вот батлить. Желательно, чтобы они находили, самое главное, свою либо индивидуальность, либо прокачивали какие-то скиллы очень сильно, какие, ну типа они могут развить, вот, это просто желательно, но кому-то для этого нужны условно советы, а кому-то они нахуй не нужны, люди разные, знаешь, это как не знаю, есть вратари в футболе, которые замкнут, и чаще всего, сами по себе есть, но как бы люди разные, да, и поэтому кому-то это нужно, кого-то вообще лучше не трогать, он сам к чему-то придет, собственно вот так. Так, ну, блин, а я думал, у вас на РБЛ там приходишь, вам сразу методичку дают, что вот здесь должен быть панч, ты просто не приходил, нищего хайпа, вот здесь про ЗАБ, про РБЛ, про ВЕА. Ты не так думал, потому что не приходил, это примерно, примерно, это как, ну, если ты смотришь Россию 24, ты, наверное, думаешь только в одном направлении, нужно посмотреть, неужели. Нет, вот у меня сейчас есть возможность поинтересоваться у тебя. Вот, я же говорю, нет, приходи, получается. И ты говоришь про индивидуальность, про какие-то вещи, но ты же, ты же и первый, кто как раз-таки загоняет батл-рэперов в эти рамки, ты же постоянно сидишь, какие? Ну, я к той теме о том, что ты говоришь, что ты постоянно сидишь, транслируешь мнение, как правильно нужно батлить. Когда ты видишь какие-то батлы, которые выходят за пределы твоего воображения о батл-рэпе, непосредственно, за пределы твоего воображения о батл-рэпе, ты начинаешь вдоль и поперек обливать это такой желчью, таким негативом, ну, ты можешь, смотри, я понял, подбрасывать такую тень позора на все это, да, ты понимаешь, да, за этой маской сарказм, ты понимаешь, что я говорю. Я тебе, смотри, могу сказать, что, во-первых, когда я это смотрю, пацаны, вы вовремя вернулись, я начал говорить, вот, когда вы, короче, во-первых, это можно обсудить лично, я думаю, что это не особая тема для подкаста, во-вторых, когда я смотрю на это как стример, я имею право на точку зрения, я обсуждаю это с позиции мне, нравится или не нравится, это не значит, что если мне кто-то не нравится как зрителю, как стримеру, что это не имеет места быть даже на моей площадке, не говоря о другом. Вот и все. То есть я это смотрю с позиции зрителей, с позиции зрителя мне может не понравиться, тире понравится все, что угодно. Ты понимаешь, что когда ты высказываешь это мнение, ты его высказываешь от имени организатора одной из крупнейших на площадке? Нет, я сто раз говорил это мнение каких-то стримеров. Но я это говорю, что, и говорил сто раз, какая разница, что ты говорил, ты это или нет. Какая есть? Если тебе нет ничего, разница, Весь движ об РБЛ, ты постоянно говоришь об РБЛ, о том, что ты ведущий, организатор, о том, что с ним должно происходить. Нет, просто он говорит, что его мнение на стриме никак не связано с РБЛ. Короче, мое мнение по Сабжу. Я что говорю лично? Наверное, на самом деле организаторы в каких-то случаях могут и должны направлять участников. Если они делают концептуальную встречу, например, с концептуальными батлами какими-то, то приветствуются, поговорить с участниками, попросить их не указывать и так далее. Скажут, что, чуваки, идея вот в чем. Понимаете, в чем идея? Давайте попробуем ей соответствовать, и это даст нам классную встречу и классные баттлы. По нашему мнению, как организаторам. Но ты имеешь в виду что-то тематическое? Например, тематическое, что-то еще. Ну, на самом деле банально, но попросить, например, мы все знаем, что в русском баттл рэпе есть такая, ну, есть проблема с подготовкой у многих. Это проблема, по сути, силы воли и мотивации. И организатор может, должен, и это нормально, попросить участника, у которого есть такие проблемы, чувак, пожалуйста, подготовься хорошо. Я очень хочу классную встречу, я на тебя делаю большую ставку и так далее. Я думаю, мы все это делаем. Ну, у меня достаточно часто такие разговоры делали. Конечно, вот. Не мере за себя. И вот в таком плане направлять как-то и предлагать что-то участникам абсолютно нормально. Но ставить рамки, границы, там, по-некрасивому, там, с точки зрения какой-то силы или чего-то такого, наверное, это неправильно. Потому что это так, как общее дело все-таки. Я могу добавить, что когда у нас баттлит акапельные ребята, частенько, ну, большому количеству людей, акапельщиков, я говорю, ребята, пожалуйста, давайте баттлить на более общие темы. Перестаньте бесконечно отсылаться то, что было там, здесь, где-то в каких-то переписках или в прошлых баттлах. Все, забудьте про это. И сам, когда я стою на баттле и слышу про что-то, даже если я знаю это, я себя ощущаю некомфортно сейчас. Потому что я понимаю, что я хочу, чтобы пришли новые люди. Я знаю, что на Кубок МЦ каждый раз, на каждый ивент приходит огромное количество людей, которые впервые туда попали по проходкам. Там случайно решили билет купить, какого-то одного артиста случайно увидели на Апише и решили зайти. И хочется, чтобы этот акапельный баттл-рэп в том числе был доступен и им. Поэтому сейчас, я думаю, нам нужно, да вообще нужно просто понять всем ребятам, которые баттлят, что нам нужна новая эпоха, новая века. Перестать бесконечно копаться в том, что уже было. Все, баттл-рэп это не сериал, это каждый раз новый сезон с новыми участниками, даже если со старыми. Но с абсолютно новыми, неизведанными какими-то сюрпризами. Они просто бесконечно повторяющиеся. Я вот тоже читаю. То есть, я понимаю опасность в том, если там, зная баттл-рэперов, да, я понимаю, что если организатор баттл-площадки лиги будет говорить, типа там, так, пацаны, нам нужно для охватов и просмотров баттлить про Киркорова и Баскова. Условно говоря. Я понимаю, что это тут же в первом же баттле всплывет. Ах ты, мудак, ты нам указываешь, что говорить. Бла-бла-бла. Дело не в этом, дело в том, с чего вы решили, что это будет обязательно работающей схемой. Но основной задачей организатора лиги является развитие площадки. То есть, чтобы площадка развивалась, росла, росли охваты, привлекались инвестиции, привлекались спонсоры и так далее. Мне так видится. И мне кажется, что в рамках этой деятельности как раз таки направлять участников и говорить, так, чуваки, я понимаю, что мы тут все сейчас это, да, но никуда ваш андеграунд баттл-рэп не денется. Нам нужны просмотры, чтобы все это могло жить, чтобы могла быть новая аудитория. Давайте чуть-чуть затронем внешних тем. Да, это в том-то и дело. Мы только с Хайдом полчаса назад это обсуждали, что это не повлияет на медиа охваты. Если сейчас все баттл-рэперы начнут читать на какие-то общие темы, к баттл-рэпу не вернутся мгновенно какие-то кучи просмотров и так далее. Это работает немного недавно. Мгновенно нет, но в комплексе почему нет? Это должно работать с... Баттл-рэп вернут только медиа-конфликты и только медиа-баттлы. Я имею в виду на какой-то, даже не уровень 20 миллионов просмотров, я имею в виду на стабильный уровень миллиона двух просмотров. Даже так. Если этого не будет, ну как бы в теории понятно, что люди могут просто проснуться всей стороной и решить, что баттл-рэпам снова интересен. Но это маловероятно. Вот и все. И поэтому сейчас, если все баттл-рэперы начнут читать на общие темы, понятно, что иногда этого хочется. Я не говорю, что хочется только одного. Хочется разного. Вот в чем дело. Хочется иногда и того, иногда и того. Безусловно. На качественном уровне, подчеркиваю. Но ведь естественным образом медиа-конфликты, они как раз-таки могут рождаться из того, что какой-нибудь баттл-рэпер задел какую-нибудь звезду или рэп. Сейчас я думаю, что нет. Сейчас я думаю, что нет, потому что я объяснял это, что мне кажется, в глазах медиа, ну большинства баттл-рэпа как такового не существует с закрытием вируса. Люди просто... Еще раз, я про большинство. Я не про 100, там 200-300 тысяч человек. Я про огромный пласт людей, которые смотрела «Версус». Я просто встречаю людей, ну как какие-то происходят знакомства и там рассказываю, чем я занимаюсь, что-то такое. И говорят, о, я помню, был «Версус», я когда-то смотрел. Вот на чем заканчивается вся эта история. И пока это обратно не откатится, не на тот же уровень, а хотя бы пока в глазах людей не будет такого понимания, что... Сколько лет «Версус» запустился? В каком году? В 2013-м, да? Что? «Версус» запустился? В 2014-м, по-моему, или в 2013-м, не помню. Саша? Я не помню. По-моему, в 2013-м. По-моему, в 2013-м. Повод в 2012-м. В 2013-м, точно. Да, «Версус» — это 2013-м, это 7-8-9 лет, что, серьезно? Ах, какие мы старые. Да ладно, я думал, ахуеть, я думал 8 лет. 9 уже? 7 лет. 9, ахуеть. Ох, ЗБ. Но прикол в том, что то, что работало 9 лет назад, оно уже не работает сегодня. Кого ты будешь звать на батл сегодня? Даню Милохина? Похоронил? Ну, это смешно, понимаешь? Не-не-не-не, не батл рэпер, а с медийным. Медийный с медийным. Ну, я грубым примером. И это будет цирк, который будут хейтить все вместе, потому что это будет позорная херня зачастую. Вот. Я к тому, что сейчас существуют новые технологии. То есть 9 лет назад алгоритмы не работали, ну, то есть вот алгоритм ТикТока, да, или Рилс, например, в Инсте. То есть рекомендации. Сейчас же все, ну, выдаются рекомендации. Окей, почему... Почему нельзя распространять через эти каналы? Набирать новую аудиторию, которая не вовлечена была, но у вас в другую. Мои популярные, вот условно, поп ММА, но сейчас популярные, там выпуски по 2-3 часа идут. Они берут условный хайлайт, срезают, заливают в Рилс, заливают в ТикТок. Все. Суть в том, что все равно это остается в рамках часового, двухчасового формата. Ну, там конференции и так далее. Там последняя конференция хардкора 3,5 часа. Где просмотров больше? Что-то и дело, что на Ютубе. Нет, видишь, я не сравнивал просмотры, но на Ютубе у них стабильно там по 2 миллиона. То есть у хардкора последняя конференция 3,5 часа вышла. 3,5 это пиздец, как много. Но батлов по мини таких нет. Это я к тому, что не нужно думать о том, что раз технологии куда-то шагнули, раз теперь есть ТикТок и Рилс, в батлах тоже раньше заливались ключевые моменты. Вы ищите проблему не там, где она есть. Вы ищите проблему в том, что вот там другие платформы, надо сокращать ролики и так далее. Вопрос просто в том, что никому не интересно в массовом сознании обсуждать батл кого-то с кем-то, кого хуй кто знает. Вот и все. Это как, не знаю, миллионы людей смотрят там Реал Челси, блядь, и не знаю, 10 тысяч человек смотрят там Амкар, блядь, тот. Это же очевидно. И поэтому в этом вся суть, с чего начался подъем батлов. И потом люди, понимаешь, там, да, понятно, бывают вирусные ролики, типа как Хайтс Ван был, он очень сильно залетел, но тогда это было еще и в новинку. Сейчас это уже не в новинку абсолютно. И поэтому только возвращение в медиа-сегмент может это воскресить в том понимании, в котором мы это видим. Что они там будут читать? О чем? Да пускай они хоть 10 тысяч раз кринжанут. Эпик-файтинг, где дерутся, назовем их, фрики в кавычках, да, или там своеобразные люди, набирает миллионы просмотров. Все же понимают, что они пиздятся там, не умеют нихуя толком. Но это набирает миллионы просмотров. Каждый выпуск, а не каждый выпуск в трендах. Почему? Потому что там интересны персонажи, а не в том, как они умеют драться. И об этом я и говорил. Поэтому Версус, и всегда должен быть противовес. Поэтому и был противовес в лице условно слова, и потом дальнейших площадок, которые критиковали Версус, так и должно было быть. Версус должен был своих нахуй верить, ребята, у нас миллионы просмотров, хайп, и все, иди вы нахуй своим батл-рэпом, ебали его в рот. Ну, ваш, который вы считаете по канонам. И вот она и битва, как бы, блядь, была бы, и все было заебись. Вот и все. Поэтому только через медиасферу это вернется. Никакая. Окей. Иначе другое. Можно вот такой вопрос тогда задать Антону Забе по поводу того, что он говорит, что, во-первых, только медийные конфликты могут вернуть батл-рэпы популярность. Второе, что людям неинтересно смотреть за тем, как какой-то батл-рэпер читает о каком-то батл-рэпере, соответственно. Им неинтересно смотреть, что они читают о том, что было о прошлом с бесконечными отсылками, то, что я уже говорил. Если вспомнить раньше и Словы, и Версус, Фрэшблады, почему там ноунеймы были просматриваемые? Потому что они приходили и читали, ничего не зная друг о друге. Они просто угорали с других типов. Просто подъебывали, просто прикалывались. И любой человек, зашедший, мог посмотреть на это, увидеть там внешность другого человека, примерно прикинуть, кто он, национальность и так далее. Условно, вот мы с тобой вышли на батл, я там про тебя похуесосил, что ты там, коротышка, пухлый, ты рассказал, что я азиат, собак люблю и так далее. В различной форме это подавать. И это было интересно, потому что это было легко доступно. А вот, слушай, слушай, а сейчас... Трэш-ток, вот эту всю а-ля по-батловую составляющую, с тем, что они еще ебальники бьют. И там куча, персонажи и так далее, и пару вхождений меньше. Такой вопрос в кассу сразу. А вот в нашей новой действительности, да, с большим количеством цензуры и всей вот этой вот новой этикой, то, что называется, насколько вообще возможны батлы? То есть ты сейчас там про кого-нибудь пошутил, у Сани на Твиче сейчас нельзя даже слова использовать, которые в батлах... Так всегда, так всегда было на Твиче, это лидеральная площадка, это нормально. Да, я имею в виду, а как в баттлах с этим? То есть как теперь будут восприниматься те или иные панчи, которые могут иметь какую-то национальную, расовую или социальную проплёпку? Давайте я начну, потому что... Блин, на Саню посмотришь, ему так нахуй не нужен этот батл рэп вообще, поебать ему. Мы к этой теме придем еще чуть позже. Так вот, я думал об этом буквально, на самом деле, чистая правда, вчера-позавчера, не знаю, просто мне пришла эта мысль в голову, и это действительно... На крае позавчера ты об этом задумался? Нет, я имею в виду, что у меня меркнула мысль в голове, это может быть проблемой на самом деле. Вот сложно сказать, что с этим делать. Вопрос в том, что сами батл рэперы будут себя цензурировать, я так думаю. Ну, то есть просто понимая за собой, что может это повлечь, вот, тем более там были прецеденты и не в таком положении, в котором сейчас находится мир, ну, я имею в виду прецеденты с батл рэперами, сейчас, я думаю, они себя будут цензурировать. Но это всегда может вылиться во что-то очень и очень... Ну, во-первых, мы сейчас живем, мы сейчас сидим с вами, в том числе и на ютубе, и в том числе, условно, завтра его может не стать, понимаете? Мы в настолько нестабильное время живем, что рассуждать об этом хер его знает. Ну, то есть завтра, может быть, вообще все изменится. Поэтому такой вопрос, который... Можно я скажу? Как сейчас? Изменилось что-нибудь на батлах? Пока еще не прочувствовали. Нет, я не про ситуацию, которая в мире сейчас, а вот именно про вот эту новую этику. Пил, пил, пил. Можно я скажу? Но на предыдущую тему, на тему популярности батл рэпа, как там вернуться куда-то и так далее, я вот о чем подумал. Почему-то никто из нас это просто не озвучил сегодня. Я думаю, что батл рэп может стать популярнее, чем он есть сейчас и получить новых, так скажем, поклонников, просмотры, какие-то медийные освещения, рекламы, если он станет лучше. Ну что, батл рэп станет лучше? Батл рэп станет лучше. Если все участники будут писать тексты лучше, если все участники будут лучше выступать, если лучше будет финальный продукт, если это все будет лучше, талантливее, интереснее, конечно, он станет популярнее. Это не произойдет по щелчку пальцев, но это неизбежно произойдет, потому что зависимость наипрямейшая. Ну не знаю, Антон, вот время идет, раньше батлы были вообще в абсолютно ужасном качестве, звук был ни на микрофоне, ни на что, со временем это потихоньку менялось. Но сейчас ты посмотришь, я не знаю, как на остальных площадках, у нас на площадке работают 6 камер, 3 звуковика, фотографы, вообще просто бешеный продакшен, нам монтирует парень, который монтирует для Apple, для 7 стран. То есть продакшен вообще бешеный, но так или иначе это сильно не влияет. То есть да, по-любому, есть люди, которые приходят, какой-то минимальный клиент, которые смотрят, кому он нравится именно с технической точки зрения. Это же совокупность. Да, я говорю про совокупность скорее. Ну то есть в любом случае любому человеку в 22-м году и в 21-м, и в 22-м и дальше на сегодняшний день с доступностью технологий гораздо приятнее смотреть качественное видео, чем некачественное. Вопрос в том, что сейчас Battle Rap, вот, начал Хэллоуин правильную мысль, что сейчас он на гораздо более другом уровне, каким он начинался, в плане качества видео. Ну я имею в виду слово, там, первые версии и так далее. Вот, поэтому мы уже озвучили до этого. Качество батлов, понимаете, ну хорошо, допустим, все начнут делать очень хорошо, и это будет снято качественно. Хотя и сейчас это снято достаточно качественно, если мы сравним с прошлым, так вообще небо и земля. Но это, ну, плюс 50 тысяч просмотров, плюс 100. Нет, не будет такого, что люди будут ходить по улице и говорить, блядь, смотрел Battle, как он охуенно был снят, какие же они молодцы, кто, с кем, чего, зачем, почему. Это все маленькие нюансы, нужно говорить про большое. Это все маленькие нюансы, да, безусловно, они важны, но они не повлияют как-то глобально. Еще одна мысль, бро, извиняюсь. Да, я вот две мысли хотел в совокупности просто сказать. Первое, это про повышение уровня, ну, скажем так, каждого человека, который участвует в Battle Rape. От участника до организатора, до монтажера, ну, вы поняли, что я имею в виду, то есть каждого человека. И даже того, кто стоит в зале, даже того, кто стоит в зале, кто стоит за участником, кто его там поддерживает. Вот, если каждый будет делать все то, что он делает лучше, то Battle Rap станет лучше и многим людям станет гораздо, ну, привлекательнее. А как сделать человека, который стоит за кем-то лучше? Типа, каждому говорить, как реагировать на камеры? Это же так не работает, это же живые зрители. Иногда это так работает, если люди не знают, как можно реагировать, стоя сзади. А ты им объясняешь, показываешь, говоришь, что нет ничего плохого в том, что если ты его потрясешь там при реакции за плечи и так далее. И при просмотре видео, когда у тебя 3-4 человека вот так вот там на какой-то панч реагируют, да, это даст тебе, ну, другую картинку, по сути, на самом деле. Но я хочу переключиться на вторую мысль, которую ты делал Азбеев. Я тебя спорирую с первой. Я думаю, каждый организатор по 10 раз за мероприятие говорит в зал, давайте качаться, давайте шуметь громче, делать лучше и так далее. Но ты каждому это не объяснишь лично на входе там несколько тысяч людей. И нужно продолжать, и нужно продолжать это говорить. Другого пути нет. Так вот, второй момент, который я хотел сказать. Есть такая батл-лига Don't Flop. Я думаю, все ее знают. Британская лига, да, она очень давно существует. Что меня поразило, я, может быть, это уже говорил где-то, когда я вдруг увидел K.O.T.D., вот эту канадскую лигу вторую, тоже очень популярную, насколько разные батлы. То есть, я смотрел Don't Flop и слышал смех, я видел улыбающиеся лица, и сами батлы были построены так, участниками, организаторами и так далее, что это было, ну, супер-френдли. То есть, вот, ну, опять же, может быть, там кто-то из чата не поймет, но первые сезоны слова, я бы так охарактеризовал, да. То есть, это было смешно, весело, забавно, прикольно, позитивно и так далее. И я смотрю K.O.T.D. и слышу там, что кто-то убивает чьих-то детей. То есть, что кто-то там насилует чью-то сестру. Это ужасно. Я надеюсь, они делают это в игре, а не в настоящей жизни, потому что я не могу допустить того, чтобы это происходило. Это ужасно. Не хотелось бы даже слышать о таком. Я понял, да. Согласен. Но посыл-то в том, что там была агрессия, негатив, конфликт. И это тоже ярко. За этим интересно смотреть, это ярко. Но насколько это разные два направления творчества, да. Так в том-то и дело должно быть и то, и другое. И все. Вот. Да, но я к тому, что, как мне кажется, на каком-то этапе батлы вот по второму пути пошли в России гораздо больше, чем по первому. Когда люди просто развлекаются. Они не боятся проиграть. Они не боятся смеяться над собой. Не боятся выглядеть. Да, да. Они не боятся выглядеть глупо. Они просто получают удовольствие. И все остальные вместе смеются. Все стали слишком серьезными. Вот вам не хватает. Серьезными или слишком глупыми? В какой-то степени. Слишком серьезными. Окей. Но при этом, при всем, сейчас, опять-таки, делается куча форматов, которые эту серьезность, в принципе, чуть ли не исключают. Ну, я имею в виду Bad Bars, там, и так далее, и так далее, и так далее. И, понимаете, во-первых, все должно быть на качественном уровне, чтобы это не выглядело так, что, типа, мы здесь все сегодня собрались, тут мой шутит друг, и, значит, как бы хуево он не пошутил, мы все будем смеяться, потому что мы все здесь друзья. Потому что выходит этот контент на Ютубе, люди смотрят такие ебать, как бы. Вот, это во-первых. Во-вторых, в идеальной пропорции должно быть и то, и другое. Должны быть как баттлы смешные, нелепые, там, кринжовые, как угодно, да, и на них можно реагировать по-разному, но они должны быть. Так и должны быть баттлы, когда выходят баттлы с каким-то конфликтом и с агрессией, людям тоже это интересно, людям интересно разнообразие. Нельзя исключать ни одно, ни другое, а просто выбрать вектор, типа, для условного развития, это тоже неправильно. Потому что давайте мы все будем сейчас здесь злые, или давайте все мы будем здесь добрые, ну и, как бы, и чего. И потом, не знаю, происходит какой-то баттл а-ля на конфликте, где чуваки делают охуенно, и это будет не в кассу, или наоборот, другое будет не в кассу. Ну, это такой, типа, посыл. Мне кажется, нет идеального рецепта. Я, короче, попытаюсь сказать, это может быть, ну, может быть, я ошибаюсь вообще, да, и так далее. Но мне кажется, что это, знаешь, как вот ты говоришь, что нельзя там в одном направлении делать. Конечно, должно быть разнообразие, должно быть по-разному. Ну, как бы сказать, блин, ну вот основа, лейтмотив, фундамент, да, на котором происходит разнообразное, он у Дон Флопа позитивный. Я понял, да. А у другой лиги негативный. И там бывают шутки, и там бывают какие-то там какие-то жесткие фразы. Но вот фундамент, то есть какая-то вот красная линия, то есть, да, и на любой встрече Дон Флопа я начинаю улыбаться, когда смотрю, да. Но когда я там включаю какой-то KFD или какой-то русский баттл, скорее всего, там, ну, я не улыбнусь, может быть, я оценю какую-то игру слов, что-то еще, да. Но буду в каком-то вот таком, ну, нервном там напряжении или чем-то еще, да, то есть вот это все оценивать и смотреть и так далее. Несколько площадок, вот и все. Ну, то есть логика в том, что... Давайте вернемся к теме нашей новой реальности, где любое слово может быть воспринято как личное глубокое оскорбление, и потом все будут психологу заниматься. Насколько жизнеспособен баттл рэп, острый, классный и так далее, вот в этой новой реальности? А вот эта тема, на которую я сейчас говорил, она разве, в свою очередь, чуть-чуть не отвечает на этот вопрос? То есть если мы веселимся, если мы шутим, да, если мы хорошо проводим время, то вряд ли эти проблемы будут актуальны, потому что понятно, кто мы и чем мы занимаемся. А если мы приходим и занимаемся, ну, какой-то там жестью, да, периодически, то это может восприниматься по-другому совсем. Окей, окей, ты же понимаешь, что есть темы, на которые нельзя шутить, вот и все. И никому ты потом не объяснишь, что это шутка, ну, грубо говоря. Просто я считаю, что баттл рэп сейчас, во-первых, находится, он медийно никому особо не интересен, чтобы за него, ну, как бы, зацепились за любую херню. Но в теории могут зацепиться за любую херню, вот и все. То есть если, там, условно, кому-то что-то не понравится. Мы же, плюс, конкретно прям совсем новой-новой реальности, которой чуть меньше месяца, вообще непонятно, как дальше будет. Вот, ну, такое мое мнение. Сложный ответ. Саня, 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 грустно. Версус плей-офф, тут вопрос такой, версус плей-офф был офигенно исполнен технически и были искренне крутые пары. Почему? Не согласен. Вот почему ты считаешь, что... Да, плей-офф, ну, плей-офф залупа, плей-офф, ну, мне не нравится плей-офф самому. Я не хотел, чтобы он был, и... Ну, технически спасибо, да, мы старались. Да, блядь, тебя брать... Да потому что опять то же самое взяли и перемешали. Это заебало это уже, эти батл-рэперы одни и те же, которые говорят одно и то же. Да никому это... Мне это самому не интересно, почему это зрителю будет интересно. Мы постарались, мы надеялись, что что-то новое произойдет, но никто не вышел за рамки жанра. И самое яркое было то, что Райт Раун ушел, охуенно просто. А после плей-оффа вообще, конечно, ужас. Вот, поэтому лучше ничего не делать. Это реально было? Так, мы это обсуждали же. Ну, ладно. Так, еще вопрос, еще одна мысль пишут в чате. У нас в чате вы можете вкидывать вопросы, думаю, попозже мы подключаем людей, чтобы задать напрямую. Есть еще одна мысль. Может быть связано состояние батл-рэпа с уровнем и образованием участников, молодежи? Нет тех, кто может классно подобрать, красиво подобрать слова и остро запанчить? Я думаю, нет. Вы вы как организаторы чувствуете, что вот есть какая-то такая проблема или нет? Я думаю, нет. Во-первых, батл-рэперы достаточно талантливые, владеющие словом. Люди по-разному и с разными проявлениями. Вот, поэтому я думаю, что это ерунда. Нет батл-рэпа, нет проблем. Плюс-плюс-плюс. Ну и Серега, тебе же не обязательно какая-то умная шутка или там панчлайн может рассмешить. Это может быть какой-то просто трэш, какой-то угар, какое-то тупое обзывательство, которое может просто заесть в голову и рассмешить человека. Это скорее арсенал, индивидуальный арсенал того или иного участника. То есть если он образован, у него там широкий словарный запас, что-то еще, у него лучше будет рифмовка, он сможет лучше себя проявить и так далее. Но его может перешутить чувак в угарном стиле. То есть все просто на артистизме. То есть это просто индивидуальный... Да взять какой интернесс, там ITD, который старинный батл, где... Индивидуальный арсенал скорее, чем необходимость. Пожалуйста, спроси Забе, как он был причастен к Тимапу, правда, к организаторам был Ордспект. Что еще раз? Я последнее не услышал. Как ты был причастен к Тимапу и, правда, был соорганизатором? Очень короткое время, за чем я очень искренне горжусь. Окей. Почему ты продолжаешь врать, Антон? Скажи уже, что ты не был никаким организатором никакого Тимапа. Мы все об этом знаем уже, Антон, уже все об этом знают. И в то время мы все знали, просто никто не хотел личные переписки, личное общение выводить на все общее. Но сейчас со временем все стало на свои места. Зачем ты сейчас говоришь, что какое-то там короткое время ты был каким-то организатором? Каким организатором ты был? Каким организатором ты был? Вторым. Седьмым, восьмым? Вторым. Сто восьмым? Вторым. Санек сидит, смеется, он не может, он покраснелся. Я не был организатором. Нет, я слышал, я не был организатором, но вопросы задавал тому, кто был организатором. Ребята, это последнее, что меня беспокоит в батл рэпе, это вот этот вопрос. Так, я хотел Вокитип отключить, он только что тянул руку. Слушай, Сереж, у меня вопрос. Мы примерно до скольки? У тебя есть какое-то расписание плаза? Бесконечно. Ну, конечно, да, мы можем бесконечно копаться во всем этом, вот. Но скоро, думаю, сейчас чуть пообщаемся. Ты ограничен по времени? Насколько? Ну, не очень сильно, но я думал, что мы где-то до девяти. Ну, полчасика максимум, да. Все, хорошо. Как раз в девяти, думаю, закончил. Всем окей? Да-да-да, отлично, я все равно молчу. Так, Вокит, ты где? Ваня, Ваня, Ваня. Сейчас я ему... Банк за кэшбэком пошел. Опять противник. Можно я пока вброшу одну мысль? Вот здесь очень много раз сравнивали батл рэп с ПОП ММА, чтобы ПОП ММА пришел на замену батл рэпа. И мы вот тоже думали и обсуждали, что очень сильно не хватает в последнее время батл рэпу какого-то масштабного трэш-тока, каких-то, не знаю, высказываний от батл рэперов. Если вспомнить раньше, как раньше эти батлы вообще зарождались там между условным Оби-Ван Каноби и Топором, как они выкладывали что-то в Твиттер, там Гнойный записывал дисс на кого-то, на Рекиев, Рекиев записывал ответку и так далее. Очень сильно не хватает... Движухи, трэш-ток контента, какого-то дополнительного контента. Слишком много все сосредоточено, вообще все сосредоточено тупо на батлах. Нет никаких интересных анонсов, никаких интересных конференций, более масштабных, не такие, как мы в стримах проводим, где зрители могли бы увидеть, как вообще батл рэперы раскрываются не только как артисты, не только как владеют словом, но еще просто как личности, как персонажи раскрывают каждого батл рэпера. Но это в том числе проблема самих батл рэперов, потому что зачастую в поп-мама большинство этих спортсменов это мускулинные, тестостеронные мужики, которые готовы там рвать за правду матку, за свое, уверены, что они сильнее всех, впереди планеты всея, и вот из них это прям кипит. И на этом как раз играет организация, что вот эти конфликты возникают, рэшток какой-то, это все интересно зрителям. А у нас в большинстве своем батл рэперы, это, ну, не хочется оскорблять кого-то, но зажатые, забитые в каком-то, с огромным количеством психологических, возможно, даже проблем. Люди, которые боятся что-то лишнее сказать это в интернете, потому что с них потом за это спросят, им предъявят за это на батле. И вот эта бесконечная внутренняя зажатость очень мешает батл рэперу тоже выйти за рамки, потому что мы боимся говорить вообще что-то лишнее на тех же стримах или там просто вообще в интернете что-то, какие-то мысли свои выражать или претензии. И на этой ноте взлетают. Ваня, привет. Ваня, салют. Ваня, привет. О, ты закончил мысль или нет? Да-да-да, вот я надеюсь, Ваня ворвется с трэш-током. Ваня, погнали. Меня нормально слышно? Эхо сильное от комнаты. Ты можешь какую-нибудь другую... Ваня, ты опять в той комнате? Да-да-да. Там нет звуков, она мягкая. Там нет? Поставь паузу, пожалуйста. Мы смотрим батл просто как раз с друзьями. Вот. А, так это вы? Это вы, Аня Сульца? Сейчас же там эхо, я не могу. Ну, дадите, Ваня, я тебе есть что сказать? Ваня, Ваня Уокити, участник первого сезона. Ваня, Ваня, прошел очень интересный жизненный путь. Вот. И искренне, всей душой болеет за батл рэп. Да, подождите. Он хочет показать, что у него есть друзья, видимо, типа, такая хуйня. Нет, нет, я хотел рассказать о том, что я буду открывать в Раснодаре площадку. Там будет как бы онлайн батл. Не надо тут это пиарить, наши конкуренты. Он просто обкурился. Да нет, нет, не право. А я говорил, весна, не надо нахуй. Продолжай, Ваня, говори. Кошки у тебя будут твои батли там, Ваня. Ладно, все, давайте без кибербуллинга. Люблю вас всех. Просто хотел рассказать о том, что... Все, ты уходишь, что ли? А, это просто... Ну, кое-что в Краснодаре просто буду организовывать. Прекламная интеграция. Сидите, подписывайтесь на телеграм-поутер. Окей. Бабки, мутки, я не знаю. А как называться будет? Название, название. Я, ну, наверное, перестрелка, не знаю, как-то, или по-другому как-то, еще неизвестно. Все, давайте, я отключаюсь, а то у меня конфликт интересов происходит. Понимаю. Да, спасибо большое. Ну, ладно, давайте, ребятки на него. Давайте. Так, очень информативно. Спасибо, Ваня. Так, у нас... Можете поднять руку, кто хочет что-то сказать. Антон, за беттой не являешься секретным организатором этого батла? Ты же являешься. А, Ваня, ну, нет. Перестелка. Нет, я бы назвал по-другому. Так, у нас Закир Пайзулаев поднимал руку. Ты уверен, ты уверен, что стоит поднимать? Вот, смотрите, Белси и Рестер. Вот у меня вопрос к Забе. Относительно кубок МЦ и РБЛ. Так. Хвынет твое? Заготовка? Да, 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 мои пацаны подъехали. Я жду, слушаю. Хэл, вот тебе вопрос. Малец вызов кинул за Б, Э, Поху, правильно? Правильно. Ага. И Пох когда-то кидал вызов за Б. Вот вы целый полчаса или час говорите про конфликты. Вот лично, Антон, почему ты вот за всю... История, сколько ты занимаешься баттл-рэпом. Ты баттлился последний раз когда? Если я правильно понимаю с паровозом. Ну, плюс-минус, да. Да. И говоришь, что шаришь за, в общем, хип-хоп-культуру. Нет, только за баттл-рэп. Ладно, за баттл-рэп. Да. А где у тебя баттл-рэп? У меня? Да. Площадки. Вот смотри. Где задеваются музыканты, матерей, экраны всякие? Вот где тут баттл-рэп? Окей, все, я понял вопрос. Почему ты организатор и не баттлишь? Эй. Потому что я организатор и не баттлюю. Это же логично. Почему ты организатор концерта, но не поешь на нем? Типа потому что ты организатор концерта. Окей, резонный, резонный. Хорошо, давайте еще кого-нибудь подключим. Аккуратней, Сережа, с этим, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Я не могу узнать, что твой скажет. Отто. Отто, вот, отто бери. Нет, нет, нет. Он ебанул. Он мне рассказывал, Саша, эту историю. Убирай, убирай. Убирай. Убирай, блядь. Оставляй. Блядь. Давай оставляй. Хорошо, сейчас послушаем. А я слышу, Саша. Я отто включил, он... Он уже, блядь, везде рассказывает. А он ничего не говорит. Отто. Отключай, отключай. Не надо нахуй. Сашка. Нет, уберите его. Убирай. Я могу рассказать эту историю. Саш, хочешь я расскажу? Ребят, надо бежать. Он мне уже рассказывает. Я включил отто, он все равно молчит. Я так понял, опять начнется копание в грязном белье, которое нахер никому не интересно. Да нет, он так много не знает, что там. Я угрожаю в игре. Подожди, отто ж был на песнях. Ты же знаешь отто, Сережа. Так, да, знаю. Я не знаю, о чем он будет говорить. Вот тут вот чувак с квадратной бородой. Без никнейма. Хай. Дал голос. Дал слово. Что-нибудь скажет нам? Чувачок с красным эмоджи. Страшно. Так, ребят, если вы поднимаете руку, вы что-нибудь говорите. Если вы ничего не говорите... А почему-то тема закончили? Зачем ты трубки начал брать? Я весь разговор ждал вопросов, решил никого не перебивать и сидел молча. Я буду думать, что это вопрос от идущего. Антон, спрашивай. Саш, да, Сашуль, ты правильно понял, кто самый лучший ведущий в этой стране. Вот. Сашуль, скажи, пожалуйста, честно, ответь на успех. У меня хоем вылетел леска на то место. Саш, вернется? Ты вообще планируешь возвращать версию? Честно? Или нет? Или уже оставил это как вот? Все. Был такой вопрос. Был такой вопрос. Я на самом деле с Сашей планировал всех отключить и просто остаться с ним, взять пивка, поставить... Это ваш личный момент. Саша, отвечаю на вопрос Антона. Это настолько же целесообразно, как сейчас открывать вейп-шоп. Я не сказал про сейчас, это будущее. Ну, я тебе объясняю, почему я такую метапу использовал. Если через 10 лет скажешь, что оказывается вейп увеличивает IQ или еще что-то там лечит рак легкого, то я в таком случае открою. Сейчас я не вижу смысла. Это абсолютно никому нахуй не нужно. Окей. И более того, это не нужно, это не столько зрителям, это нужно какому-то количеству зрителей, но это... Им нужно воспоминание о Версусе, где они молодые, трахаются, бухают и веселятся, когда выходит Версус. Сейчас они старые, они такие, раньше было лучше, чтобы ты сейчас не выпустил. Понял. Я буду сравнивать с лучшей версией тебя. И сейчас, ну, не знаю, зачем. Я не вижу смысла. Может быть, когда-нибудь разговоры там вечно, где-то поднимаются, думают туда-сюда. Но он экономически невозможен даже сейчас. Невозможно сейчас выпустить батл кого-то с кем-то. Ты имеешь в виду из-за гонораров вот этих всех или из-за чего? Ну, потому что нам неоткуда брать деньги. А рекламодатели, ладно, мы еще, допустим, нашли их. Ютуба нет. Ну, хотя с Ютуба все равно мы ничего из-за наших слов не получали. Ну, копейки, вообще копейки. Не знаю, как у вас, у нас пиздец очень мало. У нас иногда меньше, это же логично. Слышишь меня? Да, у нас подключился. Кто здесь? Отец? PLC, ты подключил, да? Слышно меня? Да, да, тебя слышно, все отлично говоря. Антон ЗБ, привет. Да, я так и знал, привет. Да. К тебе парышки вопросов. Можно один? Хорошо. Один, но такой, можно сказать, объемный. Объемный. По поводу, ну, во-первых, привет парням всем. Саша Ресторатор. Привет, Луим. Вот, очень приятно с вами спустя столько лет пообщаться. Спустя, так сказать. Антон, вопрос по поводу РБЛ. Ну, во-первых, про тимап, я думаю, уже всем понятно стало. Про этот пиздеж. А во-вторых, скажи, пожалуйста, на каком последнем стриме ты говорил, что мнение РБЛ не мнение твое, не транслируется, не идет разрез с пониманием РБЛ. То есть ты говоришь, я не навязываю свое мнение, это мое мнение. Но получается так, что я каждый твой стрим вырубаю, и вот реально, как по лекалам, каждый стрим чужой площадки – это хуйня, это хуйня, это хуйня. И ты понимаешь, что твоя тысячная, ну, окей, сейчас 300 человек на стриме условно, аудитория это впитывает и приходит на канал Кубка, приходит на ебаный тот же бедный РНБ и хуйсосит это все. Это первое. А второе, самый главный вопрос, Антон, почему на РБЛ нету разнообразия? Почему вы 5 или сколько уже, 6 лет делаете все по ебаной методичке? У вас самих не заебало это все? Ну, то есть реально, раунды по 40 минут, блядь, одно и то же. Вот как Керамбит Баттл, вот с первого Бата там против, кого там он был, против Майка на РБЛ, вот то же самое, ничего не изменилось. Вот ответь, почему на РБЛ нет разнообразия? А когда есть разнообразие, цитата Влада Пиэма, вы зовете фриков, но это уже не ваше дело, да, не наше дело там, да. Вот, скажи, пожалуйста, вот ответь на эти два вопроса. Почему все-таки навязывается твое мнение на стримах нищего хайпа? И почему на РБЛ нет ебучего разнообразия? Что РБЛ бы явно вывело в топ? То есть вот ты говоришь Версусу, то есть делайте медийные баттлы, там тыры-пыры, растопыры, но вы же эти медийные баттлы сами не делаете. У тебя нету возможности позвать такие же персонажи, как дядя Жай, там еще, да куча фриков. Ну зави, ну будут они по 300, по 500 набирать, ну будут. Почему ты на плечи Версуса это все возлагаешь? Когда сам можешь, и когда то же самое пытается делать кубок. В принципе у меня все. Спасибо. Закончил, да? Да. По поводу стрима, скорее всего это было на предпоследнем стриме. Вот, ну проверяйте, проверяйте инфу, я точно не помню. Я думаю, что приблизительно на течение пяти последних стримов вы услышите эту спичь. Я говорю это каждый раз, это как бы, блядь, заебавшая абсолютно хуйня. Вот, во-вторых, люди имеют право на мнение. И абсолютно на всех площадках сейчас все организаторы, практически все организаторы стримят. Если они высказывают мнение по какому-то батлеру или батлу, что им что-то нравится или не нравится, они высказывают свою точку зрения. Ну типа эта хуйня продолжается уже лет, ну сколько, шесть лет я по-моему стримлю. И с позиции того, что вот, коль ты говоришь, что где-то плохо, я, во-первых, говорю и как ДНРБ плохо. Просто люди стараются это не замечать. Во-вторых, когда где-то хорошо, как, допустим, я привожу там один из примеров, допустим, первой дозмачу кубка, я и говорю, что это хорошо. Дело не в том, что это прошло на кубке. Если мне это понравилось, мне это понравилось. Я смотрю на это с позиции зрителя. Просто заебался это объяснять. Люди как будто этого не видят. Они, вернее, не хотят этого видеть. И вопрос в том, что если мне что-то не нравится, ну дело тут, блядь, не в площадке. Сейчас нет той конкуренции, где мы боремся за миллионные гонорары батлеров, которые приносят там, блядь, не гонорары, а доходы. Батлеров, которые приносят сумасшедший просмотр и так далее, и так далее, и так далее. Ну типа ничего не поменяется, буду я все хуесосить или все хвалить. Абсолютно ничего. Я имею в виду с точки зрения какой-то выгоды, блядь. Нет такого, что борьба за какое-то место под солнце, потому что солнце не светит. Это первый момент. Второй момент, если мы говорим про РБЛ, если, я не знаю, как его зовут, человек говорит по поводу отсутствия разнообразия. РБЛ провел несколько турниров, в том числе он провел турнирку All Stars, которой еще до этого не было. В том числе он провел турнирку Universe, формата которого еще не было. Помимо этого придумывал разные форматы, я беру общую историю, пусть это из подробностей за 6 лет. Придумывал форматы типа Drop the Mic и так далее, и тому подобное. Я все уже не вспомню. При этом, то есть, три разных жанра были использованы в течение этого года. Другой вопрос, нравится вам, не нравится и так далее. Это все уже просто идет по какой-то, опять-таки, вы говорите по той же самой методичке. Все, в принципе, вот эти вот а-ля претензии, они упираются в ту же самую методичку. Вот почему у вас нет разнообразия. Во-первых, есть такое понятие, как прогресс участника. Если вы возьмете керамбита на баттле с майком и керамбита на баттле с условным горизонтом, это небо и земля. Отрицать это просто глупо. Это не значит, что он начал говорить другим голосом или использовать, блядь. Не знаю, французский язык, нахуй, для этого. Он просто прогрессирует в рамках самого себя. По поводу фриков и так далее. Дело не только фриков. В принципе, каких-то персонажей, которых приглашают. Разные площадки, там, Эрбелл, Энинербелл. Во-первых, что такое понятие, у вас есть на это возможность, чувак? Ну, как бы, это не работает так, что есть она, нету ее, блядь. Ты этого не можешь знать, есть это возможность или нет. Во-вторых, это должна быть актуальность. В-третьих, разнообразие поощряется. Если бы мы не поощряли разнообразие, мы бы не делали турнирку в три формата. Это, ну, хуево знает, это очень странно, как по мне. И как по мне, это как раз-таки есть самая предвзятость. Я не вижу смысла придумывать на один ивент, ну, допустим, у нас разные взгляды с тем же кубком по поводу этого, 20 разных форматов. Я не вижу смысла, они видят в этом смысл. Вот и все. Вопрос в том, что мы оцениваем конечный продукт. Если батл хороший, вот они придумали дезматч. Если он первый был хороший, он и был хороший. Вопрос тут не в том, что, блядь, именно из-за формата. Попали в этом плане. А может быть просто чистая акапелла в голом виде, которой, блядь, 9 лет, и она может быть хорошей. Вот и все. Поэтому, по-моему, такая ходит. Ну, вроде я ответил на все, если я ничего не забыл. Окей, окей, окей. Я бы старался разберу, типа не на объявить. Можно тоже вопрос задать пока что, там, ты выбираешь кто. Ну, сегодня, естественно, большее количество вопросов к Антону Забе. У нас просто есть редкий шанс поговорить вот так вот. И вряд ли когда-то еще будет. Вот следующий вопрос. Скорее всего, тебе тоже частенько скидывают какие-то нарезки, тайм-коды со стримов наших. Нет. И мне кидают, и вообще там в чат общие. Ну, не суть, да. Это просто вот к вопросу о стримах. В очередной раз скидывают нарезку, где ты говоришь, что раньше все батл-рейперы, все организаторы говорили, что стримить – это плохо, что стримить – это зашквар, что попрошайничать и так далее. А сейчас, в последние три года, каждый, не то что организатор, уже каждый батл-рейпер этим занят. Ну, грубо. Ты можешь сказать, когда и где это было? Или ты просто балаболишь? Ты просто говоришь, что это вы никуда? Я помню, что ты говоришь. Все это время говорили о том, что делать стримы, как ты – это зашкварно. В том плане, что на том, на чем ты поднимал свои стримы. На спойлерах в свое время, там, Санечек тебе предъявил за это. Потом на грязи, на бесконечные, там, обнародование личных переписок, личного общения и так далее. Вот на этом стриме, вот на этом, да, зашкварно, позорно. Я так до сих пор считаю, вот я сейчас говорю, ну, просто стримить. Где логика в твоих словах? Стримингу уже как… Я не знаю, уже сколько лет стримят вообще все люди. Как может быть… Как стримить может быть зашкварным вообще в целом? Я не могу понять, почему ты говоришь об этом? Ты запанчиваешь? И говоришь так, будто бы это правда. То есть ты настаиваешь на этом постоянно. Я просто жду, когда я отвечу. Ну, в смысле, я понял. Да, давай. Когда начинался только стриминг, вообще, в принципе, батл рэп, тогда были деньги. И очень многие ребята, которые там сейчас организаторы, батл рэперы и так далее, делали с этого шутки, панчи и всякую хуйню в контексте того, что это зашкварно, плохо, не круто, ну, как угодно это можно назвать, с тем или иным подъебом, либо с тем или иным хейтом. Я помню там какой-то очень старый видос, если мы говорим конкретно про вас, у похоронила, когда я, по-моему, только ушел с Фрэшблада или что-то около того, я точно не помню. И он тоже это в каком-то, я уже дословно, конечно, не вспомню, там лет, блядь, 5, наверное, не знаю, где он как-то в этом направлении подъебал. Эти подъебки были всегда, если ты не помнишь, не замечал. Я это помню и замечал, потому что я был один из немногих, кто стримить начинал тогда в то время. Эти подъебки всегда были, вот. А сейчас, в век, когда у батл-рэпа просто нет денег, как бы все начали, ну, с тем или иным образом это заниматься. Многие батл-рэперы начали этим заниматься, когда увидели, что это доходное, что можно с этого что-то иметь и так далее. Вот, я не говорю про конкретно, про частный, в этом случае не знаю, к чему относился за всех, кто стримит абсолютно от и до. Я помню просто какое-то общее веяние, которое я слышал в личном разговоре, какие-то там шутейки, подъебки и так далее и тому подобное. Вот, собственно, есть к этому вопросу. Ну, короче, ты, получается, не ответил, ты не ответил на вопрос, Антон. Ты не ответил вообще на вопрос. Я тебя спросил, кто, где, говорили, что... Сейчас, можно... Я тебе еще раз говорю, я не с видеопуфами тебе это делаю, я тебе ответил, как я это видел, и все. То есть это ты просто выдаешь то, что у тебя там где-то в голове, где-то в твоей далекой памяти, и ты затранслируешь ты там на тысячу на аудиторию, а после этого смотришь, там, 20-30 тысяч, тебя ты говоришь, что пацаны пиздоболы, все это время говорили, что стримить это за шквар, а сейчас сами стримят, хотя никто такого никогда нигде не говорил. Смотрите, во что сейчас все выливается. Вот мы обсуждаем, да, какая-то, какие проблемы у баттл-рэпа, да, почему нет новой аудитории, нет просмотров там, таких, каких были раньше и так далее. И вот прямо сейчас, мне кажется, очень наглядно это все видно, потому что даже здесь два организатора начинают лезть в какие-то корзины с бельем, кто что где сказал на стриме, а люди, большинство, наверняка, вот обычных зрителей, которые не отслеживают всю эту историю от и до, они вообще не вдупляют, о чем речь, и начинается вот эта ебаная духота, которая присутствует на баттлах 90% их сейчас. То есть даже сейчас, нахуя вы вот это вот все, вы как будто бы, знаете, как будто бы мир ограничивается только вот баттл-рэпом, как будто бы нет никаких других проблем, которые можно затронуть и так далее. Есть проблемы, кто что сказал на стриме, у кого какие обидки друг на друга, да, и как их разбирать. Мне кажется, вот как раз таки в этом главная проблема, что нужно выходить за рамки того, в чем вы варитесь последние пять лет, и тогда, возможно, людям это будет интересно смотреть и слушать, это первое. И второе, опять все сейчас упирается, как будто бы, ну, то есть, вот разговариваем, да, хайд правильно вкидывает, типа, что насчет качества? Качество – это не только картинка, качество – это интересные баттлы, это их наполнение. Правильно ты, Хэл, говорил, типа, что трэш-ток вокруг и так далее, это все маркетинг, упаковка до этого всего, скажем так, но и сами баттлы. Тем не менее, организаторы сейчас говорят, все упирается в просмотры, не хватает того, не хватает этого, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, да у нас вообще нихуя не было. И у Сани рестораторы начинали, типа, тоже нихуя не было. И тем не менее, это все строилось, строилось, строилось. Может быть, пора брать, блядь, ответственность на себя за происходящее? Может быть, пора уже целиком и полностью, блядь, взять в свои руки какие-то процессы текущие, а не перекладывать ответственность, что, блядь, у нас нет стримов, блядь, время поменялось, блядь то-то-то-то-то. Это все понятно. Но когда такой подход, ни хера хорошего не выйдет. Так и будем вариться в этом болоте. И все упирается, как будто в стримы и деньги, в стримы и деньги. Понятно, что это не туда. Серега, никто не скидывает себе ответственность вообще. Я не знаю, с чего ты это взял. И ты говоришь о том, что вы начинали тоже с нуля, ничего не было. Но тогда не нужны были такие затраты на Баттлрэп. Выбрали какую-то площадку, которую предоставляют бесплатно. Выбрали двух-трех человек своих, которые там могли просто снять это на камеру. Вам не нужны были микрофоны, это просто говорили на камеру, на микрофоны. Я этого так выпускал. Сейчас Баттлрэп вообще на другом уровне находится. Это огромные проекты, это огромные деньги, огромные вложения, собственно, которых на данный момент не хватает. И поэтому вокруг этого и крутится. Но никто себя ответственность не скидывает вообще. Гайз, у меня, короче, садится батарейка. Я хотел два момента просто сказать. Покажи муханку. Два момента. Короче, первое, что для меня, как для олдскульного какого-то чувака, на самом деле, тема со стримами, на которых, ну как, просят деньги, она... Просят, выпрашивают, ужасно. Чувак, у тебя подключена там возможность, ну, я не протягиваю, я просто говорю, если у стримера подключена возможность там давать деньги и так далее, и он во время стрима один, два, три раза об этом упоминает, ну, вот, я расцениваю это вот что-то, как типа там, ну, предлагают людям, да, заплатить. То есть мне это немножко как бы странно. Я, например, ни разу не делал, да, и я, ну, не совсем понимаю. Вот, но время меняется, то есть это все, я это принимаю, то есть я не считаю как-то нехорошими людьми тех, кто это делает. А второй момент просто хотел сказать, ну, такой факт, который мало кто знает, но я был на стриме УЗБ на нищем хайпе после долгого перерыва и необщения, и этот стрим тоже монетизировался, и Антон мне так после стрима скинул все деньги с монетизацией, и мы их отдали одной девочке на лечение. Я думаю, этого никто не знал, но вот такой вот интересный факт про эту тему. У меня, наверное, все, я отрублюсь просто реально на 3% и все вырубится, поэтому я не делаю. Спасибо, Антон, тебе, слушайте, на самом деле 9, я говорю по поводу 9. Есть ли у нас еще вопросы? Я еще минут пять могу задержаться просто, чтобы... Да, у нас был аккаунт слова ЕКБ, очень хотят сказать, а я не вижу поднятой руки, не вижу этот аккаунт. Нет, вот, блядь, почему, правильно. Блядь, почему, правильно. Короче. А, вот, слово ЕКБ. Оу, я. А я на это его не прокачал. Пиздуйте. Я думаю, у вас будет нормально. Добрый вечер, добрый вечер. Пламенный шалом. Я вот тут отключусь, обнимаю, целую. Хочу передать вам пламенный шалом. Вот, я на самом деле хотел поздравить Антона, в первую очередь, с проведением самого крутого сезона, собственно, самого масштабного, но, к сожалению, он решил нас в этот момент покинуть. А вообще, я понимаю, что, к сожалению, отсутствовал в начале трансляции, я понимаю, что вы обсуждали в том числе о том, как спасти и как, собственно, сделать батл-рэп снова великим. Стоит ли спасать? Вот такой, наверное. Стоит ли спасать вопрос? Я думаю, что, как бы, в первую очередь, нужно внутренне, наверное, перестроиться к отношению к батл-рэпу. Как перестать это воспринимать как индустрию? Ну, то есть, делать это для души, если это действительно хочется. Ну, вот я, как представитель, как бы, локального батл-рэпа, смени, как бы, и площадка наша тоже локальная, потому что мы далековато находимся от всех узлов основных транспортных, что коим-то образом осложняло нашу деятельность. Вот. Но, тем не менее, я это все к чему хотел сказать. Просто в какой-то момент, когда перестаешь желать конкурировать и смиряешься со своим, как бы, положением, то становится гораздо проще. И тогда гораздо приятнее любить и воспринимать батл-рэп. Может быть, нам нужно просто его пересмотреть. Как показала практика последних лет, действительно, мастурбация на конфликты ни к чему хорошему не приводит. И приводит только в уныние. Но, опять же, я думаю, что нужна яркая точка для того, чтобы вот эту эпоху копания в говне, нужно завершить. Как уже однажды предлагал Антон Забе, нужно собрать 5 миллионов рублей для того, чтобы он вышел на батл с похоронилом. Вот. Нам нужно всем собрать. Это будет окончательное мочеиспускание на сам принцип драчбы на батл с конфликтом. Вот. Ну и как уже, да, обращаю ваше внимание, друзья, буква «З» из нашего названия «Злоба» сменилась на славную латинскую «С». Хочу вам пожелать всем хорошего и замечательного. Хуй войне, диктаторам могила. Вот. И мирного всем неба над головой, дорогие друзья. Это единственный мой стейдинг, который хотел вам заявить. Я уберу «Вэйд Версуса», не надо, не говори об этом. Я уберу «Вэйд Версуса», не надо, я прочитал. Это вырезать можно или что? Уже не вырежу, да? Я не уберу. Блин, меня вообще раздражает эта бесконечная повестка, которая длится уже на протяжении 5 лет. Батл Рэп умер, батл Рэп надо спасать и так далее. Постоянно тоже на стриме говорю, ребята, батл Рэп вас всех вместе переживет. Батл Рэп — это огромная, не просто субкультура, это огромная культура, огромный слой просто, которые вмещают в себя такое огромное количество творчества и таланта. Это не просто складывание слов, это целый театр, понимаете? И столько еще потенциала не раскрыто в батл Рэпе, чтобы говорить, что он умер. И в том числе он, так сказать, умирает, потому что многие лидеры мнения высказывают это свое ебучее мнение, что он умирает, что из него нужно выходить, что там нечего делать, батл Рэп сдулся, батл Рэп то, пятое, десятое, бесконечно несут эту негативную повестку, которую проецируют на себя остальные люди и, соответственно, отношение к ним. Что ты говоришь, Саня, так и есть? Я говорю, так и есть. А докажи, что он не умер. Мы сейчас говорим, почему он умер, а ты в конце стрима говоришь, что он не умер. Конечно, умер. А объяснить, что с ним происходит. Что значит умер? Докажи, что он умер. Он не дышит. Он живее всех живых, Саша. Если ты от него отрекся и ограничился, это не значит. Батл Рэп это не ты, он существует вне тебя, понимаешь? Пока ты сидишь на стриме, мы продолжаем думать о батл Рэпе, делать его, создавать ивенты. И мы ждем в том числе, что и Версус вернет, и очень ивенты его хотим. Потому что это тоже поможет его так называемому оживлению. Но транслировать мысль о том, что он... Что? Ты думаешь, что это гениально? Если Версус вернется? Гениально глупо. Я к тому, что... Да нет, у нас своя внутренняя шума. Я к тому, что... Да нет, конечно, он умер. Да, конечно, он умер. Ну смотри, мы сейчас обсуждаем. Просмотров ни у кого нет. Батл МС, у кого есть какие-то пиздаты, ни у кого нет. Те же люди, которые уже всех давно заебали, люди в чате пишут нахуй ваш батл рэп. Было прикольно, когда он был, но он сейчас уже нахуй никому не нужен. Давайте либо... Ну, я не то, что предлагаю там что-то, но я просто не лезу в этот батл рэп, там сейчас ничего интересного не сделать. Зачем делать что-то неинтересное? Саша, вот ты, будучи неосведомленный, ты говоришь, что ты не смотришь площадки, и раньше не смотрел другие площадки, и говоришь, что нету никаких МС. Ты же не можешь это адекватно оценить, если ты не смотришь. Я тебе говорю, что нет никого на слуху. Когда вышел батл Чейни Хайт, все говорили про Чейни, я такой, кто это? И я включил, но, конечно, опять не посмотрел. Но были имена на слуху какие-то, сейчас никаких имен. Сейчас все говорили про Паундропова батл и Кукиш. Ну, посмотрел, ну, нормально. Ну, типа нет эмоций таких. Нет чего-то такого, что такое, ебать, что случилось? Ни разу, точнее, несколько человек задавали схожий вопрос, поскольку я, как сразу сказал, я не слежу за происходящим. Вот, Хелл, ответь ты. Почему не появляются новые яркие имена? Их нет или их не приглашают или еще? Почему? В том числе потому, что самая большая лига перестала функционировать. А как раз-таки туда стекались большинство талантов. То есть это была такая медийность, куда хотели попасть все вообще. Остальные более локальные лиги, у них нет возможности афишировать свои турниры. Я не хочу тебя всаживать, но вот именно сейчас ты перекладываешь ответственность за то, что у вас нет новых имен на самую большую лигу. Нет, 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 дело не в этом. Я говорю просто про объективные вещи. Ушла самая большая лига, из-за этого огромное количество людей перестало следить за батл рэпом, перестало им увлекаться. Если раньше Версу сдавал такое огромное поле для новых талантов, то сейчас эти маленькие поля, маленькие лужайки остались. Куда не так интересно идти или люди вообще о них не знают? Это просто естественно. Это значит, что вам нужно сделать что-то, чтобы стать интересными всем и стать самой большой площадкой. У вас, я вижу твой подход. Да, мы все для этого делаем. Да, братан, я вижу твой подход. Ты очень горишь этой темой, ты живешь этой темой. Да, я вижу батл эпоха, которые очень крутые на уровне. Наверняка у вас еще там дофига крутых эмси. У вас есть все для того, чтобы сделать. Точно так же, как и у РБЛ. У них наверняка тоже дохера крутых участников. Да, и другие какие-то лиги, я не знаю, какие существуют сейчас активны. Почему никто не переплюнет Версус? Почему вы... В этом, блядь, я чего пытаюсь донести? Ты же знаешь ответ на эти вопросы, Серега. Нет. Почему все время с оглядкой на Версус? С оглядкой на Версус. А вот Версус были. То есть, вот ты говоришь, что как будто бы лидеры мнений там вживляют в сознание масс мысль о том, что батл рэп умер, да. Но, блин, у вас в сознании вживлена мысль, что Версус это самое великое, что могло произойти с батл рэпом. Йоу, можно я вклинись? Пока еще у меня есть 1% заряд. Давай, давай. 1% погнали. Короче, ребят, хотел сказать, что я был на РБЛ, ой, на РБЛ, я говорю, на Кубке МЦ, да, вот пару раз. Один раз судил, по-моему, или не один даже, и участвовал. И я вам хочу сказать, что по атмосфере и по публике они Версус переплюнули, причем, ну, уже какое-то время назад. То есть на Версусе такого ни разу я не встречал, все разы, которые был. Так что по каким-то критериям переплюнуть Версус очень даже возможно, и это сделано. Вот. А второе, что я хотел сказать по поводу новых МС. Сейчас проектом интересны яркие баттлы с сильными чуваками. А откуда взяться новому? То есть вот слово было площадкой, которая как раз-таки просто с нуля брала людей, да, просто давала шанс всем абсолютно по чистым отборам, с нуля, без имен, без ничего. Но слово поумирало, да, постепенно, вот. И, может быть, сейчас не хватает вот такой кузницы кадров, потому что просто так на Кубок МЦ, ну, не придет же чувак с улицы, неизвестно, тебе на Кубок МЦ, это же невозможно. Это возможно, Антон, у нас перманентно принимаются заявки от МС, но другой вопрос уже в качестве этих заявок. Мы проводили отбор и делали пару из новичков абсолютно. Но, опять же говорю, просто не хватает этой медийности, этого количества подписчиков, этого количества вовлеченных людей. И я не говорю, что это не моя вина, или я не говорю, что это заслуга Версуса и так далее. Это просто объективный факт сейчас, это данность, как есть данность и все. Просто нету той медийности, которая была. За счет чего ее Версус получил? В том числе за счет того, что это было ново, молодежно в то время, в тренде, и за счет того, что там участвовало огромное количество просто самых разных блогеров, рэперов, артистов, кого там только не было. За счет этого Версус получил такую медийность. У тебя есть 20 аргументов сказать, почему Антон не прав. Прямо 20 фактов. Антон, готов? Конечно, готов. Блядь, я думал, у нее села батарейка. Дай пять минут мне, да, я подготовлю сейчас, пока повесит. Хорошо, правда. Блядь, неловко как. Я думал, все, угрохнулся. Сука, опять не пройдет фокус. Хэл, у тебя есть понимание, как делать, как надо? Как стать больше Версуса? Больше Версуса? Не хотелось бы становиться больше Версуса, хотелось бы нести какую-то свою повестку, как-то видоизменяться не в соответствии с Версусом, а делать то, что сейчас может быть актуально. Не повторять за Версусом, идти своим путем. Да, есть такие пути. Я не говорю, что стать как Версус, я говорю стать больше. Нельзя стать больше Версуса, лучше Версусом. Поэтому, да, это действительно подразумевает под собой какой-то уникальный элемент уникальности и эксклюзивности. Есть понимание, как это делать? Есть понимание, не знаю, сработает ли оно, но есть, конечно, вещи, которые можно сделать, которые привлекут большое количество людей, но для этого нужны, вот на данном этапе нужны большие средства, потому что, как раньше, никто не батлит за идею, нет такого, что какой-то энтузиазм у людей залететь, показать. Плюс это не дает тот источник хайпа, тот трафик, как был раньше. Если Версус раньше давал трафик этим артистам, то сейчас артисты дают трафик площадкам. И для того, чтобы привлечь этих артистов, они запрашивают невероятные какие-то гонорары, какие-то условия бесконечные. То есть, если бы были средства, может быть, не больше, чем Версус стать, но как минимум оживить батлл-рэп. Опять же, повторюсь, я говорю оживить просто потому, что есть такая повестка. Я не считаю, что батлл-рэп умер, батлл-рэп живет. Антон только что сейчас подтвердил, он был на наших мероприятиях. Эта атмосфера, эта обстановка. Мне просто не поворачивается язык, когда я вижу этих людей. Этот полный зал агломерат собранных людей, которые горят этим батлл-рэпом, которые аплодируют, которые кричат, которым это нравится, которые искренне приходят, платят свои деньги. Их никто не заставляет приходить. И их эмоции не позволяют мне сказать, что батлл-рэп умер или жив. Он есть, он существует, он никогда не умрет. Есть идеи, что сделать можно. И было много идей, которые, к сожалению, ограничились из-за коронавируса. Сейчас они ограничиваются текущими обстоятельствами. В голове много идей. Говорю, частенько просто не хватает средств. Это, опять же, отвечая на тот вопрос. Собирайте деньги на стриме. Где-то это может быть неприятно, где-то это неудобно. Но реалии такие, что это необходимо для поддержания. Нам ничего не остается, нужно делать слово «фест». Это тоже надо в личке, да, обсудите же, Антон? Да, да, да. Да. А так есть, конечно, понимание. Да, много чего можно. Много интересных проектов, связанных с батл-рэпом, можно запустить и поэкспериментировать. Были бы какие-то инвесторы, рекламодатели, которые, как и раньше, бы тянулись к этому. Вот Санечку надо было вообще совместить в свой «Сосед ТВ» с «Версусом». И вообще просто, это была бы пушка, это взорвало бы. Так вы так и сделали. У вас вот получилось. Да. Я против многой фрик-хуни, которая у вас происходит. Да, я человек, который участвовал в баттле Сява «Лил Дик». Некоторые ваши решения, мне кажется, прям кринжатиной, ужасной. Ну, понимаешь, когда ты делаешь эти баттлы, ты не рассчитываешь на кринжатину. То есть ты думаешь, да, будет какой-то трэш. А баттлы с дядей Джай не рассчитываешь, что будет кринжатина, это очевидно. Ну, когда напротив него стоит Огил, я ожидаю, что с одной стороны, когда напротив стоит Огил, я рассчитываю на то, что будет с одной стороны крутой баттл-рэп, а с другой стороны будет трэш. Вот на что я рассчитываю. А с другой стороны получается. Да ужас, ужас. То есть ты считаешь, что батл... Подожди, Серега, ты смотрел батл Огила Дяди Джая? Нет, нет, нет. Я же говорю, я... Антон, ты смотрел? Антон, ты смотрел? Да, смотрел. Ты считаешь, что это кринжатины? Баддибэк года. Но не кринжатины. Ну... Дайте определение кринжатине. И я смогу ответить. То есть, конечно же, мы понимаем, что дядя Джая это очень странный стиль, очень странной формы человек. То есть все, что он говорит, это очень необычно и так далее. То есть можно такие слова применить. А можно сказать, что это кринжатина. Если назвать это кринжатиной, то это кринжатина. Если назвать это необычным, то это необычно. Нет, подожди. Кринжатина несет определенный оттенок это слово. Вот при просмотре ты испытывал испанский стыд, неудобство, отвращение, вот такие чувства? Слушай, я... Ну, наверное, в каких-то моментах мне было неуютно, да. Я, знаешь, я не люблю... Я последний раз в сознательном возрасте, когда был в цирке, и там что-то не получилось у клоуна у какого-то или что-то, мне было стыдно за человека, который на сцене, понял, да, такое чувство. Ты сидишь такой, вроде как ничего не закосячил, но чувствуешь ты себя неуютно. Ну, как-то, да, это можно назвать, опять же, можно кринжем, можно как-то еще. Вот, но у дяди Джея были моменты, ну, когда он там, что он, текст, да, забыл, решил не читать, стал говорить, что кто-то его сбил из публики, хотя, ну, это вряд ли так было, не буду судить. Вот, это было, конечно, ну, как, это было хайпово, то есть, вот так могу сказать. А что, пацаны, мы просто выгнали за Б, да, получается? Он сам ушел. Хороший ход был. Запланирована, да? Мне кажется, мы... Ты не ответил, у тебя план действий есть? Я бы УЗБ хотел то же самое спросить. А, конкретный, прям конкретный план действий? Да, да. Есть понимание, как сделать это все актуально? Есть понимание, есть, ну, если ты хочешь конкретику, просто не хотелось бы ее озвучивать, потому что... Да, я просто спрашиваю. Есть понимание? Понимание есть, да. Есть понимание, как сделать турнир правильно, есть понимание, как вообще, в принципе, развивать проект, какие можно, какой дополнительный контент можно делать к этому всему, чтобы это было интереснее людям смотреть не только просто на баттлы, но, как я и говорил, уже за развитием персонажей. Да, есть понимание, но все, что сейчас не хватает, это вот ты говоришь, что мы часто переходим к стримам и к средствам, но это, на самом деле, сейчас одна из важнейших проблем в баттл-рэпе. Потому что качество очень сильно увеличилось, запрос зрителей очень сильно вырос, их вообще отношение к этому. Что-что? Рекламодателям не интересно, да? Да, вообще рекламодателям, даже если им это интересно, эти суммы, ну, это копеечные суммы, за которые даже ты частенько отказываешь, потому что ты понимаешь, что это ничего не даст. Сколько обходится вам одна встреча? Один ивент? Да. Ну, самый дорогой, самый дорогой был. В среднем. В среднем. Ну, полмиллиона, я думаю, что-то такое. Может быть, даже... Ну, опять же, нет, если с постпродакшен набрать, если передать, если брать сайпер, промо всякие и так далее. Ну, в рамках миллиона это все, в общем. В рамках миллиона. Один ивент. Охуеть. У нас, видать, аж половины не было того. Охуеть. Конечно, Саша, да. Дорого делаете, пиздец. Ну, просто сейчас я тебе просто скажу, вот один клуб, просто арендовать клуб, в этот раз мы арендовали Агломерат, 100 тысяч рублей. Просто только клуб. Так нахуй они нужны за 100 тысяч рублей? Да, в пизду они идут. Потому что там качество, потому что там звук, потому что там BPM батлы, люди слышат, люди качаются, люди все понимают, потому что там как бы все условия для того, чтобы можно было прийти и насладиться ивентом. То есть таких клубов это по пальцам пересчитать, на самом деле. Ну и плюс, ты понимаешь же, занятость клубов, суббота, вечер, огромное количество концертов, в том числе перенесенных, это же много факторов, которые складываются в один. Сотка, да, ну пиздец, сотка. Я тебе говорю, да, поэтому... Ну это значит, какой-то есть просчет в бизнес-схеме. Нужен какой-то... Можно. Серега, можно. Нужен консалтинг. На короткой дистанции сейчас можно сэкономить на всем. На съемки, на звуке, на клубе, на батлерах, на всем. И подзаработать побольше. Просто на короткой дистанции. Но в дальнюю это просто не сработает. Здесь получается, что в дальнюю у вас... Я не могу согласиться. Не могу согласиться. Очередным ухудшением контента. Не могу согласиться. Качество контента, в принципе, все в рот ебали. После того, как, в принципе, появилась хоть какая-то маломальская камера, хоть какой-то звук, топ-качество нахуй никому не надо. Людям нужны интересные слова, которые говорят, интересные участники. Качество абсолютно вторичная история. Хорошо, если она есть, но если она ущербна, она не нужна. Саш, я полностью согласен с тобой, что первоочередно идет выступление МСИ, их подготовка и так далее. Но я тебе говорю, прошло столько времени, у людей вообще огромные запросы. У тебя что-то немножко не то со звуком. Где-то там в монтаже какие-то косяки тебе просто в комментах об этом строчат. Лайкают эти комменты, что звук херня. Так это один-один долбоев пишут. Что за монтаж? Нет, неправда. Это огромное количество комментариев. Миллион человек посмотрит. Ну, ладно, извини, что перебиваю, кстати. Помимо этого, для привлечения новых людей, просто, знаешь, который вот зашел посмотреть, вот первое, что им образуется в глаза, это просто эстетическая картинка. Просто удовольствие от того, что ты увидел что-то симпатичное, красивое. А дальше ты уже начинаешь погружаться, смотреть, что происходит внутри. Становится ли тебе это интересно вот именно с культурной точки зрения. Но новый зритель сначала приходит, просто увидел вспышку. Я бы поспорил, потому что есть огромное количество в том же... Вот почему я все время привожу TikTok, да, в пример. Потому что алгоритмы сегодня работающие, да. И мы знаем, что там залетают видосы. Ну, не самого высокого качества, наоборот. Вот. Суть не в картинке, суть в направлении. Ну, мы немножко разные сферы просто сравниваем абсолютно. То есть... Это все медико, брат. Это разные платформы, разные... Я к тому, как люди воспринимают. То есть мы говорим о восприятии людьми контента. Вот. Ну, можно также, знаешь, вот на эту же тему сказать, что какие-то люди воспринимают контент так, а другие любят вот, знаешь, эстетический и красивый контент. Кто-то там ведет Инстаграм в своей соцсети, видите, он выкладывает только красивые фотографии, кто-то следит за этими сторис, где там красиво что-то делают и так далее, преподносят, да, как-то интересно это. Тогда нужно искренне все это любить, ценить, делать ради эстетики и так далее, быть готовым попадать на бабки и рано или поздно, скорее, рано это закончить, потому что деньги, ресурс исчерпаемый. Вот. А так, получается, вы попадаете на бабос, что сокращает время жизни вашего проекта очень значительно. Я не говорю, что нужно делать хуже, но надо искать какие-то варианты. Вот. Я думаю, нам надо заканчивать, потому что мы, кажется, все уже обсудили. А, конечно, да. Вот одну вкину просто по поводу качества, важности качества, одну вкину просто. Вот даже взять, сравнить там нас и РБЛ, да, условно, вот последние полгода, у них нету вообще никаких спонсоров, нету никакого, ну, нету рекламодателей, условно. В том числе, я думаю, почему. Потому что рекламодатель, он изучает все площадки, то есть он, вот, один экзабет, условно, хочет взять какую-то площадку по батл-рэпу себе. Он заходит на один канал и на второй, и сравнивает их, видит эту картинку, видит то, что там происходит, видит этот звук, видит это качество, потом заходит на наш канал и видит то же самое, только на более высоком уровне. Естественно, ему хочется быть причастным к чему-то более модному, к чему-то более трендовому, к чему-то более молодежному. То, что лучше выглядит, вкуснее звучит и так далее. Поэтому мы в том числе делаем это как и для зрителей, так и для рекламодателей, так и для самих себя, потому что самим тоже не хочется понижать эту планку качества. Самим хочется видеть свой проект, за который тебе не стыдно, за который ты можешь гордиться, который тебе приятно самому наблюдать. Понимаешь, о чем я? Да, конечно. Тимур, разрешите? Тимур, можно? Да. Меня зовут Александр, я занимаюсь рекламой, это мой способ заработка. Я общаюсь со многими заказчиками рекламы, никто не смотрит качество, все вообще по-пу. Ты им говоришь, мы дадим столько просмотров за N денег. Если количество просмотров больше, а N денег меньше, то здесь преимущество. Поэтому не могу согласиться. Еще очень важная тема, извините, вы просто упомянули букмекеров, я букмекеров не люблю, но действительно есть очень тема животрепещая, которая, ну, если у нас сегодня большое количество зрителей, я хотел бы сказать, что профи.ру ужасный сервис для поиска работников, если вы хотите испортить свою кухню, свои потолки, свои плентуса, профи.ру ужасно, вообще ни за что не несут ответственности, ненавижу профи.ру, профи.ру говно. Спасибо. Да, Тимур, извините. У нас в чате много... Йоу, Йоу, Отто пришел, но у меня, смотрите, еще один процент есть, и я хотел последнее сказать. Блядь, откуда нахуй? Правила одного процента. У него там 99 процентов, мы знаем. Гайз, на самом деле, ну, я с Хэллом... Слава богу, блядь! А что он сказал? Я с Хэллом, что он хотел сказать? Он говорит, спал, спал и, блядь, отрубился, сучара, вот что творит. Блин, теперь хотелось бы услышать продолжение. Охуеть. Всем добрый вечер. Во-первых, я не понимаю, почему ресторатор меня так боится, я не понимаю, в чем дело. Нет, я, короче, просто не такой долбоеб, который что-то там делает. Я не понимаю, почему Забе начал об этом кричать и говорить о том, что я сейчас что-то расскажу. Не понимаю. Ресторатор, я не понимаю, о чем ты говоришь, честно. Да пиздец, да ладно, да я угораю, про то, что мы в Стрипуху ходили, да это же кек. Да, я угорал. Но я удивлен, что ты Антону рассказал, я думал, это наш с тобой секрет. А нет, а мы же, он ко мне приезжал и мы про это разговаривали, но он почему-то этим козырит постоянно, что может что-то рассказать про это. Я ему как-то рассказал, откуда часы получил, он начал говорить, я сейчас расскажу, откуда часы получил всем. Не знаю, зачем. А про то, что мы в Стрипуху ходили, мы с тобой первым делом, когда в Семнашку зашли, мы про это начали кричать и все. Да, 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 вообще похуй. Это, короче, я хочу сказать по поводу батл-рэпа в целом, да, ну, я, конечно, то, что он подутих, это из-за множества факторов, да, типа, я помню, я говорил, что, блин, нужен год передышки, а потом корона наступила, и всем еще хуже стало, ну, всему батл-рэпу от этого еще хуже стало. Передохнули ее. Почему мы называем слово умер словом подутих, а слово война спецоперацией? Ну, да, да. Вот, ну, короче, сейчас я хочу сказать, как я, ну, как самый лучший батл-рэпер, я хочу вам сказать, самый лучший, если что, я самый лучший батл-рэпер, запомнить. Я хочу вам сказать, что 8, вот вы там, да, конечно, вините там организаторов и все такое, качество тоже важно, хотя, действительно, там, 5 лет назад на качество всем было похуй, можно было Оксимирона на Моторолу снять, и было бы, блядь, 500 тысяч миллионов просмотров, нахуй. Но, короче, 80% сейчас проблем, это сами батлеры же, конечно, 80% это сами батл-рэперы, нахуй, потому что... Покажи расчеты, Отто, я не верю, покажи расчеты, я считал... Смотри, смотри, 79,5, 79,5, я так... Меня округляет, давай серьезно относиться. Да, 79,0, 79,5 сотых, если так быть точным, короче. И, знаете, на самом деле, просто, да, начиная от того, что их мало стало разнообраз, разнообразие стало хуевое, и заканчивая тем, что просто у них нет мотивации, нахуй, вообще, только за бабки, а выходят за бабки и делают хуету ебаную, нету уже, поняли? Вообще мало я, даже среди моих знакомых батл-рэперов, мало тех, кто хочет идти прям ебать. Вот я хочу приходить и ебать, потому что мне просто нравится это, все это. А если ты еще и собьешься чуть-чуть, то тебя там нахуй сожрут вообще этого батл-рэперов. А ты бесплатно ходишь? Не, не, конечно, я за бабки, но я все равно прихожу и ебу, прихожу и ебу даже за бабки. Я хочу сказать, что Хэллоуин правильно делает, что он пробует разные форматы, разные жанры, я согласен, он вообще правильно, он подбирает каждый, может, какой-нибудь когда-нибудь взорвет, и это будет прекрасно. Я тоже думаю, что нужно какое-то разнообразие внести, поэтому я думаю, что взорвет именно что-то, что еще не было, чего еще не было, но что-то будет, но связанное с батл-рэпом. У меня такой вопрос. Скоро будет. Скоро будет, я хочу в этом поучаствовать. Короче, у меня вопрос к ресторатору, а какой последний батл ты смотрел, который ты такой прям, бля, подрочил, пиздец, только не с Версуса, не с Версуса? Никакой. Что, вообще никакой, блядь? Я после Версуса, я посмотрел, я последний Версус не весь посмотрел, я полистал такой, ну и хуэта. Пытался посмотреть хайт с похоронилом, пытался посмотреть кое-что, что делали ребята, вот эти фрик-баттлы, и Палмдропов мне включал свой батл с Кукишем. Первый раунд. Все. Ну, я нигде не охуел. Ну, я и раньше, я и с Версуса, я и с Версуса, правда, не охуел уже давненько. А какой самый лучший батл тогда? В мире. В мире, в мире. Я очень надеюсь, что мы его еще не видели. Вот это было красиво сказано, это очень красиво сказано, все, всех люблю, все. Ты пока не убежал, sorry, sorry, sorry. В телеге у тебя ник зад наперед написал, перепиши ошибка. Все, давай, пока. Да, давай, пока. Надо, вот это кринж, это мы называем кринж, такие шутки. Вот. Ну что, как дела? Что, будем надеяться, Хэл, надеяться, что Забена откуда-нибудь слышит тоже, что организаторы... Я считаю, что Забе очень сильно мешают развитию батл-рэпа в том числе. В целом, я думаю, что хотелось бы, чтобы клубок должен поглотить РБЛ, и в целом, тогда, возможно, мы сможем выйти на какой-то качественный новый уровень, потому что РБЛ продолжает нас тащить назад. Тащить в это прошлое, вот эти бесконечные передвижения, бесконечные сплетни, плохое качество, опять мы возвращаемся, опять мы возвращаемся к этой теме, ты говорил, что нужен Иерсус и какой-то ему противовес, вот у тебя есть кубок МЦ, есть противовес РБЛ. Можешь его заглотить за Б, извини, я не держался. Прости, Михаил, я тебя очень люблю, покажу Узбекистан, пока у нас есть возможность за окном. Сейчас. Я хочу, я не видел Узбекистана никогда. Я живу прямо напротив... Это Мэрия? Я живу прямо напротив Мэрии? Здесь заседанный город, да. Ебать, очень нехорошая уловка, мы знаем, что там один дом, блядь, мы смотрели Птушкина. Давай, все, закрывай окно, пиздец. Ну, хоть не так душно уже стало, да, спасибо, закрывай, спасибо. О, кстати, я был на этом роде. Я же был, кажется, там. Где? В Узбекистане? Да, кажется, кажется. Блин, я бы хотел побывать. А там реально можно на 100 рублей купить плов? Плов? Большой плов за 100 рублей можно купить? Это важно. Ну, за 200. Серьезно? За 200 я в шушарах куплю ебать. Ну да, здесь цены чисто московские, да, московские цены уже. Да, точно, да. Блин, я думал, там прям это, как этот фильм, по-моему, Евро Тор. Нет, здесь полнейшая нищета, просто люди зарабатывают 300 долларов. 300? Но живут, как в Москве, да, но живут, как в Москве. Нет, 300 долларов, с курсом, да, сейчас курс прыгнет, нормально. Серега, а можешь подытожить, в итоге, к чему мы пришли, если коротко, почему это случилось, что делать и надо ли делать? Я могу свой вывод сделать, который, в принципе, наверное, не изменился с самого начала передачи, что батл рэп не умер, конечно же, вот, подает признаки жизни, какой-то там слабенький пульс, пусть и очень уверенный в каких-то местах организма, вот, но в целом, главная проблема в том, что батл рэп замкнулся сам себе, в том, что он стал неинтересен зрителям извне, которые живут своей повседневной жизнью, ходят на работу, водят детей в школу или сами ходят в эту школу и хотят включить, допустим, какой-то нравящийся им жанр и получить от этого искреннее удовольствие, а не копаться в чужом белье грязном, следить там, который требует постоянной слежки там за всеми комментариями, за всеми стримами и подкастами, а человек хочет просто прийти, отдохнуть и кайфануть. И если батл рэп не готов дать это человеку, как и любая другая форма индустрии развлечений, значит его пульс постепенно-постепенно затихнет. Если батл рэп найдет в себе силы сделать что-то интересное массам, не обязательно это должно быть чем-то зашкварным и позорным, это должно быть интересным. Если батл рэп найдет в себе силы так сделать, то он снова может набрать какие-то обороты. Посмотрим, какие. Я очень надеюсь, что у кого-то это получится. Серега, батл рэп точно наберет свои силы, точно окрепнет, восстанет, все циклично, все вернется на круги своя, может быть не будет таких вспышек, но батл рэп свое признание точно еще получит, придет время, мы все для этого сделаем. Ребята, прямо завтра, кто здесь есть, может быть, мы же прощаемся, правильно? Просто хочется сказать, что подписывайтесь на канал Кубок МЦ, завтра там выйдет новый батл, посмотрите наши предыдущие батлы, если вы хотите, как сказал PLC, просто прийти развлечься, прямо сейчас включите последний батл Кубка, сядьте, или предпоследний, и сядьте, и развлекитесь. Прям ты, Серега, сядь, посмотри, пожалуйста, и скажи потом, развлекся ты или нет. Договорились? Или ты мне, как бы, свой вывод просто даже интересно. Подписывайтесь на канал Кубок МЦ. Ребята, батл рэп живее всех живых, кто бы что ни говорил, даже вот главное лицо батл рэпа, Саша Ресторатор, сколько бы он ни говорил, Я развлекся, я развлекся. Да, умер или мертв, к сожалению, Саша не так сильно сейчас причастен к батл рэпу, чтобы утверждать это. Он в целом не в поведении. Я топ-стример. Так вот мне и пишут, зачем меня позвали, я топ-стример СНГ. У меня другая сейчас. Согласен, Сань. Поэтому говори, Twitch умер, Twitch жив, или кто там еще, стриминги умерли, Даня Милохин умер, или кто-то еще. А про батл рэпу поставь. Очень близко к сердцу, блин, бро, ты воспринимаешь. Но это подчеркивает твой серьезный подход к делу и то, как ты горишь этим делом. Это, конечно, круто. Что, я сейчас максимально серьезно, да, выгляжу? Максимально. Больше жизни, братан, больше жизни батл рэпу, настоящей, живой жизни, а не вот этого тухлого разбирания. Давай сделаем тебе батл. Покажи, на битах, тебе сделаем батл с интересной идейной личностью. А можно короткую, тоже я, тоже коротенький итог, можно вставлю? Я просто молчал все время, вначале не стал, не хотел никого перебивать, а потом все-таки запустил героев, реально интересно было, мы тут чуть покатались с ребятами. Вот, мне просто шутки смешные писали в чат, и я очень смеялся, поэтому отключался, отхихикивался и возвращался, мне было очень весело. Я не хотел, чтобы это было все в серьезном ключе, я думал, мы потравим, повеселимся, вспомним былое, потому что, ну, что уж о мертвом, либо хорошо, либо никак. Вот, я бы, как сказал, отрезюмировал, я считаю, что все равно успех батл рэпа был не в самом батл рэпе, а в том, что это была главная тема для обсуждения, смотрел ли ты новый выпуск, как сейчас, смотрел ли ты там новый, и что там можно, ЧБД модно еще или нет уже? Уже кажется, наверное. Ну, что-то новое, в общем, сейчас обсуждается, тогда это была тема, если ты не смотрел, ты лох, значит, тебя в школе просто обоссут, вот, школьники, это большой класс, все-таки зрителей, и пока мы, мы можем найти самых лучших батл рэперов в мире и поставить их рядом, и абсолютно всем будет похуй, пока там не будет, я знаю, что это изъезженная тема, и Хэллоуину об этом писали, что я знаю, как вам выебить Версус, и мне писали, я знаю, как вам вернуться, пока не будет самых обсуждаемых людей интернета на Версусе, ой, на Версусе, в батл рэпе, ладно, давайте так назовем, в батл рэпе, батл рэп не вернется никуда, как только там появляются условные такие богатыри интернета, как Кезару, Моргенштерн, кто еще там известен в интернете, вот эти люди в любой, в любом вообще, что бы они ни делали, но они просто говорят какую-то остро-социальную историю, вот только это даст толчок, и может быть, снова людей ознакомят с батл рэпом, других вариантов я не вижу. Один вопрос, можно, а сам батл рэп не может взрастить этих людей, таких же, которые будут цитироваться, и почему не может? Не было такого ни разу, существует, ну, в истории, может быть, не знаю, через тысячу миллионов лет назад есть всегда шанс на миллиард какой-то, но я думаю, что нет. А Ксимирон? Ну, он не батл рэпер изначально, ну, то есть он рэпер, который стал кем-то, потом Версус, это несколько другая история. Сейчас появление Мирона на Версусе ебать как интересно, но я тебе, Мирон не взращен батл рэпом, я имею в виду, что батл площадками. Батл рэп, возможно. Здесь скорее... Скорее батл площадки взращены Мироном. Мироном, да. Не знаю, мне кажется, они параллельно взращивали, впитывали друг друга. Ну, может быть, но я не думаю, что у этого есть. Но Версуса такой знаковой фигуры, он был, опять какую-то духоту уходим. Начинаем опять... Ну, все, все, ребята, нахуй этот батл рэп... Больше вы не подписывайтесь на кубок МЦ. Завтра новый батл выйдет на кубке МЦ. Пишите увлекательно. Нет, как... Увлекательно. Давай запиздимся лучше, Саша, давай, я вызываю тебя на хардкор. На голл-боках. Я убийца, я убийца, я не могу, я убью тебя просто, уничтожу. Я так сильно тебя залею. Нет, я машина сейчас, тебе нельзя это делать. У меня сейчас бокс по 4 дня в неделю, конечно, нахрен тебе надо. Ладно, давай ты ногами только, а я полностью пизж. Бля, нет, я против насилия. В игре мы можем это сделать. Мне хайп, я с этого не получил денежка, я сумму озвучил, в общем, сделаем. Сумму я уже не сделал. Кто угодно, с кем угодно, ребята, пятачок и полетели, я готов. Все, извините, что передушнили сегодня, обнимаю, всем пока-пока, всем хорошего вечера. Сань, вы сидите. Спасибо, Сережка, Сережка, всегда на связи, любовь, любовь, обнимаем тебя. Обнял, брат. Так, ну что, вот такой у нас интересный эфир получился. Мне кажется, со стороны зрителям стали ясны и очевидны проблемы современного батл рэпа. Изменится что-то или нет, в какую сторону, будем смотреть. Надеемся, что что-то наш стрим, эфир тоже даст этому процессу. Оставайтесь на связи. Спасибо всем, кто подписался на мой канал. Вот. Там стараюсь кидать много чего интересного. Оставайтесь. Будут еще интересные стримы. Всех обнял. Всем спасибо. Ммм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok